Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 59 выпуск. С вами, как обычно, я, CS Diamond. Сегодня у меня в гостях Максим Железный, QA Team Lead в компании Trinity Digital, ну и уже занимается тестированием там больше двух лет. Любит не только находить чужие баги, но и генерить свои в пэт-проектах на свифте. Макс, привет! Привет, привет! Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, помимо, так сказать, того, что ты любишь находить чужие баги и генерить свои. Как вообще, в принципе, ты давно и чем занимаешься и как попал в наш айтишный мир и, в частности, в тестирование? Ну, ситуация, да, более, наверное, стандартная, в принципе. Собственно говоря, еще в ВУЗе начали искать различные работы, тянуло исключительно что-нибудь техническое. Технических знаний было не очень много, поэтому в основном это было что-то такое большее в сторону менеджерства, но как-то так получилось, что это было управление и координация как раз-таки тестировщиков. Собственно говоря, после того, как со стороны менеджера с ними поработал, понял, что так больше жить нельзя и захотелось уже непосредственно работать самому руками, вот, начал еще больше осваивать всяких АЗОВ по тестированию. Ну, то есть, естественно, как менеджер я тоже это все просматривал, но для того, чтобы уже самому непосредственно это все проводить. Скажи, а тут, кстати, сразу вопрос, немножко просто не хватало вот именно вот этих базовых знаний, то есть, наверное, мне так, в моем представлении должно быть немножко тяжеловато управлять, хотя, когда ты не понимаешь вот этой базовых, ну, каких-то подноготных, то есть, как все это внутри устроено. Не было такого, каких-то, такого рода проблем нет у тебя ощущений? Нет, я бы не сказал, просто, опять же, менеджер на начальных этапах, ну, как мне, по крайней мере, кажется, он не владеет таким большим количеством полномочий, чтобы какое-то отсутствие знаний его останавливало. То есть, ну, я там в любом случае руководил не очень большими группами, и в какие-то слишком сложные дебри мы не уходили. Ну, то есть, естественно, какие-то основные теоретические вещи я знал, ну, условно говоря, если бы меня как тестировщик сразу бы сосадили, то я вряд ли бы так бы сейчас взял бы и смог бы справиться. Вот. Ну, и, соответственно, после того, как я посмотрел на всех этих удалых ребят, понял, что самому хочется этим заниматься, начал, собственно говоря, грызть гранит и, ну, пробовать себя в различных активностях, так скажем. Вот. Ну, и, собственно говоря, как говорится, рано или поздно получится, но, собственно говоря, получилось. Сначала больше специализировался на вебе, вот, а потом, собственно говоря, попал в Trinity Digital, где по большей части мобилками занимаемся, вот, и, ну, там уже в полной мере раскрылся. Теперь даже вот руковожу небольшой группой тестировщиков у нас. Ясно. В принципе, вот так вот, да. Такой вот путь. Понятненько. Ну, ладно, давай сегодня мы хотели чуть побольше, так поглубже поговорить именно про мобильное тестирование, ну, тем более как раз, так сказать, твоя рипостасия. Для начала, наверное, скажи немножко, в принципе, ну, какие-то такие общие слова про мобильное тестирование, чем оно там отличается от того же веба, который, наверное, более понятен там всем, да. да, то есть, а тут все-таки, ну, веб, скажем так, там, ну, наверное, большинство разработчиков там, сейчас кто нас там слушает, ну, или вообще, в принципе, представляют, что такое веб, там, браузер, какие-то странички, да, там, какие-то есть там дебаггеры и прочие, там, консоли, а как быть с мобильными, вот, вообще, во-первых, там, мобильные приложения или даже мобильный веб, ну, тут, наверное, тебе больше, так сказать, что ты расскажешь. Ну, если по отличиям идти, то, ну, первое, что, конечно, приходит в голову это то, что все мобильные устройства, по большей части, они с маленьким размером экрана, они с большей зависимостью от батареи, они с меньшей производительностью и с определенной спецификой выкладывания в App Store. Собственно говоря, что это порождает? Это порождает то, что там, где, допустим, веб-разработчик может разгуляться или дизайнер веба может оставить большие пробелы и не очень запариваться в некоторых местах по расположению элементов, мобильному разработчику и дизайнеру приходится очень-очень подробно работать с пространством, пытаться занять любой элемент, но так, чтобы он не насаждал пользователя, чтобы не было вот этих вот, условно говоря, баннерных реклам на весь экран. Вот. Потом обязательно это, как я уже сказал, работа с батареей и работа с невысокой производительностью, то есть мобильному приложению обязательно нужно быть достаточно энергоэффективным, потому что если оно съедает батарею за час, то пользователь, ну, как правило, просто его элементарно удаляет, ему не нужно приложение, которое будет съедать его батарейку. Вот. Ну и, соответственно, ну, естественно, мы можем разрабатывать различные игрушки на мобилке, но это, опять же, упирается в энергопотребление и, условно говоря, если наше приложение там соцсеточка весит 2 гигабайта, то пользователь это будет, ну, как минимум, немножечко расстраивать. Слушай, ну, есть некоторые соцсети, которые там весят по 200-300 мегабайт, хотя я не очень понимаю, что в приложении соцсети может столько весть, которые обновляются каждую неделю, они меня вот тоже раздражают, даже в отсутствие 2 гигабайтов. Я даже могу сказать, что там на 200 мегабайт, по крайней мере, ну, по слухам, как это, я понимаю о каком-то приложении. Вот. Там просто очень большое количество АБ-тестов вшито, поэтому, когда ты скачиваешь себе версию на 200 мегабайт, то, условно говоря, ты скачиваешь версию на, там, условно говоря, 30 мегабайт, а все остальное – это другие АБ-тесты, которые, возможно, на тебе будут включены, а, возможно, нет. Ох, понятно. Да, это, собственно говоря, тоже одно из отличий веба, то, что мы не можем вот так вот прям совсем динамически все подстраивать и менять для разных групп пользователей. Это частично должно быть в любом случае для всех пользователей раздано, а уже кто это будет видеть, а кто нет, уже может быть решено на серваке, ну, как вариант. Слушай, ну, а расскажи вот с точки зрения тестирования какие, так сказать, тут отличия. Это мы, в общем, понимаем, да, что как бы на чем должно быть акцентировано внимание разработчиков в большей степени, а вот именно с точки зрения тестирования, что здесь тоже, какие отличия? По тестированию, что сразу в голову приходит, это про девайсы, естественно, то, что, грубо говоря, для веба мы больше имеем эмуляторов, которые относительно успешно справляются. Для мобильных устройств, если у тестировщика нет реальных устройств, то он не может полноценно гарантировать качество. То есть, условно говоря, мы можем включить эмуляторы и симуляторы, о чем мы чуть позже поговорим. Ну да. Да, естественно, мы можем это использовать, но они совершенно не гарантируют стопроцентного выполнения на реальных устройствах. Вот, то есть это одно из первых отличий, то, что у тестировщика должен быть огромный парк устройств. Ну, это вот эти вот фотки в интернете ходят, где, знаешь, такие стенды, там по 20-30 разных устройств. Да, да, да. Это именно то самое. Потому что, если такого у тестировщика нету, то он не может с уверенностью говорить, что вся пользовательская база охвачена как следует, и мы знаем, что у нашего типичного пользователя приложение не будет падать при входе. Потом, ну, естественно, опять же, связано с экранами и энергопотреблением. То есть, поскольку экраны не очень большие, то абсолютно нормальная ситуация, когда при, там, я не знаю, допустим, при пилотном проекте какие-то элементы друг на друга заезжают, смещаются и уходят за края экрана. То есть, поскольку экран не очень большой, то велика вероятность того, что, ну, просто-напросто все элементы туда умещаться не будут. Особенно при условии того, что, ну, условно говоря, еще на рынке существуют мобильники там с 4-дюймовым экраном, и при этом там вместе с ними на полке лежат 6-дюймовые, что, собственно говоря, весь план прилично. Ну да. Вот. Ну и также, естественно, тестировщику обязательно нужно держать все в голове про энергопотребление, про сжирание памяти и прочее, потому что, ну, да, как я уже говорил, мало кому понравится, если спустя час использования приложение возьмет и всю батарейку съест. Что еще так из отличий? Ну, определенно, конечно, еще про то, что само приложение, ну, когда мы выкладываем в App Store, то, условно говоря, мы не можем выкладывать в App Store каждый день. То есть, например, если в вебе можно, условно говоря, релизиться по несколько раз в день, и никто запрещать не будет, то... Ну да, и откатываться, если что, тоже так же будет. Вот, да-да-да, и откатываться. То с мобилками несколько все посложнее, особенно с iOS-ными девайсами, потому что Apple достаточно долго в течение 3-4 дней проверяет сборку, которую мы им отправляем. Ну и, собственно говоря, после этого уже только выкладываться можно. И, опять же, если, допустим, отправить им сборку и до того, как они ее проверят, отправить им еще одну, то тоже могут возникнуть некоторые вопросы. Вот, поэтому тут получается такая некоторая проблема планирования. То есть, нужно всегда держать в голове то, что если мы срываемся по срокам, то, получается, весь релиз сразу срывается и не получится так, то, что, ну, мы там сегодня еще зарелизимся, там, завтра еще что-нибудь дотестим, зарелизимся, ничего страшного. То есть, тут получается так, что всегда есть какая-то точка, дедлайн, после которого, грубо говоря, уже никуда нельзя. Там уже строго должен быть следующий спринт, никак иначе. Понятно. Слушай, ну, да, интересно. А в андроидах, наверное, в этих самых Google Store-то попроще немножко, да? Там попроще, да, там несколько быстрее, там в течение дня это все происходит, но, опять же, скажем так, правильнее, когда обе платформы выпускаются одновременно. Ну, конечно, да, логично. Да, ну, особенно если это, точнее, особенно в случаях, когда приложение и на iOS, и на Android, то желательно все-таки его выкладывать одновременно, там, ну, максимум с небольшой разницей, ну, и уж совсем желательно, чтобы и там, и там были одинаковые фичи, но это уже из рубрики желательно, чем обязательно. Ну, да, но вообще как-то редко, на самом деле, встречается. Ну, в смысле, довольно часто, скажем так, встречается приложение, которое вроде бы одно и то же, но функционал под одну и другую платформу несколько отличается. Я не знаю, или бы это вызвано там спецификой платформы, то есть как-то, ну, не думаю, что это там сложно как-то запрограммировать. Ну, непонятно, не знаю, предпосылки. Ну, бывает специфика платформы, а бывает еще связано с тем, что, допустим, какие-то фичи отсутствуют, потому что платформа не в приоритете для заказчика. Такое тоже бывает, это нормальная ситуация. Ну, то есть, словно говоря, если мы какой-то суперкрутой магазин, в котором только хипстеры закупаются, то очевидно, ну, и там, не знаю, в всех рекламных компаниях у нас айфоны фигурируют, то очевидно, что андроиды будут несколько в меньшем приоритете, и, допустим, если какая-то фича на них трудно реализуемая или долго реализуемая, то заказчик может сказать, что это не так уж и важно, и давайте лучше ее зарелизим. Ну да, условно говоря, оставить просто основной какой-то функционал базовый. Ну да, 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 то есть костяк основной ставить, а уже всякие украшательства это можно, грубо говоря, и пропускать. Понятно. Ну, давай, наверное, знаешь, как бы пойдем вот в сторону такого процесса, как вообще, расскажи, устроен процесс там тестирования мобильного какого-то приложения, да, вот такой типичный workflow, что называется, да, вот, там, может быть, какие есть там роли какие-то в команде, тестировщик в стадии, да, ну и, скажем так, вот момент, то есть оно, когда там, значит, есть какое-то планирование, да, ты говоришь, там уже упоминал слова спринт, соответственно, у вас там какие спринты, итерации, ну вот, как бы про свой такой workflow, как устроен у вас. Так, ну, поскольку у нас студия мобильной разработки, то зачастую окончательные сроки, они согласуются вместе с заказчиком, то есть мы не, поскольку они сами для себя делаем приложения, ну, по большей части, то, условно говоря, тут последний рубеж, поскольку которого мы сдаем проект, он не только менеджерами обговаривается, но еще и заказчикам сверху диктуется, ну, то есть, словно говоря, там, договорились, что будет это через месяц. Вот, собственно говоря, как выглядит типичный workflow? Менеджер вместе с дизайнером обсуждают с заказчиком, что бы он хотел, заказчик, соответственно, выдает свои хотелки, которые дизайнер вместе с менеджером формализует дизайнер в виде интерфейса, а менеджер в виде такого технического задания, возможно, тикетов. Вот, собственно говоря, после того, как все это сделано, разработчик вместе с тестировщиком просматривают и дизайн, и тикеты, которые нагенерили менеджер с дизайнером, дают какие-то свои правки и обратную связь, ну, чтобы не получилось так, что в работу приняли, а потом выяснилось, что это совершенно... Делать не можем. Да-да-да, что это совершенно нереализуемо, потому что, ну, такие случаи в индустрии бывали, когда, ну, просто слепо принимали материал, а там вдруг оказывалось, что, я не знаю, оп, и все должно строго поменяться, там всю архитектуру надо менять, а дедлайн у нас через неделю. У меня сразу, знаешь, вспомнил один случай, тоже был, на работе есть там одна сотрудница, кстати, она тестировщица, но это ладно. Она раньше очень часто подходила ко мне, ну, там, не часто, но бывали случаи, один очень мне так запомнился, у нас было одно там такое большое веб-приложение, вот, ну, там связанное с видеонаблюдением, и она говорила, блин, Костя, что за фигня, сделайте, чтобы оно, когда запускаешь ваше приложение, скринсейвер, в Индии отключался, потому что, говорит, неудобно. Я говорю, ну, вы понимаете, говорю, у меня приложение, оно в браузере, я не могу из браузера там никуда, не, вот, как бы, у меня все, что есть, страничка, вот и все, вот там, а вы тут хотите, чтобы я там вам скринсейвер отключил, там, мониторы еще там начали, там, разрешение поменял, говорю, это невозможно. Ну, как так? Я говорю, ну, как так? Пишите, говорю, в Микрософт, может быть, они вас услышат. Вот, тоже, это к тому, что, знаешь, такие пожелания, которые неосуществимы, в принципе. Ну, вот, да, 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 бывает такое, особенно, когда это происходит на какой-то грани технологий, на стеке технологий, то есть, условно говоря, там, во всех мобильных девайсах реализованы iOS пуши, просто пуши, с помощью которых, собственно говоря, мы можем, ну, привлекать определенное внимание пользователя, вот, но, условно говоря, заказчик может захотеть, чтобы в пушах приходило что-нибудь не с сервера, а приходил пуш на каждое нажатие, которое совершает пользователь в определенную кнопку, там, только если другой пользователь его лайкнул, допустим. Ох, ужас. Ну, то есть, что-то такое очень сложно накрученное, и в голове у заказчика это вполне может выглядеть, там, относительно просто, то, что, ну, да, вон, там, человек что-то нажал, и тут что-то нажал, все, собственно говоря, отправляемый пуш, что тут сложного-то, на деле выходит то, что это нужно перестраивать, условно говоря, сервак, это нужно менять архитектуру приложения, и в итоге задача менеджера – это отговорить заказчика от таких вот вещей, немножечко передумать, ну, что обычно вполне все успешно происходит. Ну, хорошо, да, ладно, так, вообще сформировалось у вас там техническое задание, какие-то тикиты, да, проанализировали, вы поняли, что вроде как, ну, да, жить можно, делать можно. Да, собственно говоря, тогда разработчик начинает, собственно говоря, разрабатывать, удивительно. Ну, да. В этот момент мы начинаем составлять такие определенные тест-кейсы, предполагаем слабые места, где может у приложения быть что-то не в порядке на основе дизайна и в ТЗшке, вот, и, собственно говоря, когда у разработчика, ну, по личному опыту где-то 50% готова от того, что требуется, он начинает потихонечку отдавать нам альфа-версии. О том, как, собственно говоря, нам отдают альфа-версии и прочее, я думаю, уже в инструментах тоже поговорим. Тут, скорее, важен сам факт, что просто нам их отдают, мы их начинаем тестировать по всем материалам, которые у нас есть, то есть мы сразу сравниваем и с дизайном, сравниваем с ТЗ и немножечко отталкиваемся от тест-кейсов, которые мы написали. Естественно, сначала проверяем на какие-то положительные пути, проверяем, условно говоря, то есть там пользователь просто хорошо зарегистрировался, работает, не работает, но это классика. А потом уже начинаем непосредственно ломать приложение, генерим какое-то определенное количество багов, обратно отправляем разработчику, который в этот момент тоже параллельно еще дальше продолжал пилить фичи, то есть, условно говоря, он нам их дал на 50% готовность, пока мы тестируем, он там еще на 60% ушел. Дальше обычно такие итерации, тут новое появилось, это исправлено, новое нашли. Да, дальше, собственно говоря, стандартное и как финальный этап, это, во-первых, проверка дизайнером того, что все окей, ну, как правило, не окей не бывает, там максимум давайте сместим кнопочку немножечко вправо и там, не знаю, условно говоря, анимацию поменяем. И, соответственно, прям совсем-совсем финальное, что происходит, это выкладывается в бета-тест, мы, соответственно, как тестировщики из бета-теста накатываем новую версию на старую, чтобы проверить, что все правильно мигрировалось, ничего не сломалось. И, соответственно, проводим регресс. Если все после этого окей, то уже релизим. Там, получается, у iOS выходит где-то 4 дня, чтобы зарелизиться, у Android один день. Вот. Но, опять же, как следует сказать, пожалуй, то, что у Android, поскольку у них багов чуть побольше, то, как правило, за эти 4 дня, пока iOS релизится, мы Android еще немножечко допиливаем, что-то допроверяем, то дочиним и, собственно говоря, тоже выкладываем, получается, условно говоря, в один день одна и та же версия. Ты сказал, слушай, а в Android чуть больше багов, это вот как бы раскручивать мысли. Ну, тут несколько причин. Первый из них – это большой, собственно говоря, парк устройств. То есть, как это обычно на iOS работает. То, что если у вас есть, условно говоря, пятый, шестой и шестой плюс iPhone, то, по большей части, всех пользователей это вы и покрыли. Особенно, если на каждом из них там разная ось стоит. Ну, то есть, естественно, чем их больше, тем лучше. То есть, там в разных конфигурациях с несколько разными ОСами, но в целом на трех девайсах вполне себе спокойно можно жить и даже какое-то относительно приемлемое качество гарантировать. С Android так не получится, потому что, во-первых, есть абсолютно огромное количество разрешений, есть абсолютно разное количество экранов с количеством точек на дюйм, есть абсолютно различное количество андроида именно ОС, которые весьма кардинально зачастую друг от друга различаются даже в минорных обновлениях, чего, как правило, в iOS не бывает. Ну, бывает, но очень редко. И, ну, что совсем уж самое важное, это то, что Android делает не одна компания. Часто в Android, точнее, Android делает именно одна компания, но андроидовские смартфоны делают множество компаний, поэтому они часто очень любят добавлять свои кастомные прошивки, которые зачастую кардинально меняют работу, могут ломать какую-то работу с библиотеками, которые, допустим, можно использовать в приложении. И может получиться так, что то, что успешно работает в iOS на всех девайсах, в Android какая-то библиотека просто отваливается на, условно говоря, Samsung, потому что у них там такая-то прошивка, и получается нам нужно либо новую библиотечку искать, чтобы это на Samsung работало, либо допускать, что как бы, окей, тогда Samsung пролетают с этой фичи. Вот это, да, несовершенности этого мира прямо налицо. Вот, собственно говоря, поэтому в Android, как правило, больше ошибок, то есть это просто обусловлено большим количеством девайсов и их, собственно говоря, изготовителями. Вот, собственно говоря, после того, как 4 дня iOS прошло, один день андроидовский прошел, выкладывается это все в App Store, начинаем собирать фидбэк от пользователей, фидбэк от заказчиков, если такой есть, и, собственно говоря, возобновляем итерацию, если требуется. Ну, опять же, бывает такое, что заказчик выпустился и, словно говоря, ему на несколько месяцев вообще совсем ничего будет не нужно. Такое тоже бывает, и это нормально. Не, ну да, тут понятно, у кого что, там какие-то свои все бизнес-требования и процессы, поэтому что, так сказать, за них решать мы не сможем ничего. Ясно. Ну, давай теперь, наверное, поподробнее как раз-таки перейдем в каким-то техническим деталям, да, так сказать, и там вот тестирование какие-то, так сказать, виды тестов, есть ли какие-то там средства автоматизации для всего этого дела. Ну, опять тут у нас небольшой есть планчик, наверное, я думаю, как раз имеет смысл осветить всякие там вспомогательные какие-то там. И начнем даже, наверное, да, в принципе, логично, да, конечно, начать с гайдлайнов, потому что вот там под Android, под iOS, в принципе, есть, да, так сказать, какие-то гайдлайны по разработке приложений. Я так понимаю, вы как тестировщики тоже, в общем-то, в некотором смысле, ну, проверяете, да, на соответствие какое-то. Есть такое? Да, обязательно. То есть мы как тестировщики обязательно должны проверить, что все как с точки зрения, ну, давай даже, не, немножечко назад откатимся. Собственно говоря, у Apple и Android есть, у Apple и Google есть гайдлайны по двум вещам. Первое – это по правилам их магазинов, то есть по каким критериям приложение должно соответствовать, чтобы его выложили и не заблокировали там. И второе – это дизайнерские гайдлайны. Собственно говоря, что те, что другие, в принципе, написаны человеческим языком, особенно те, что про правила использования App Store, и при их чтении может даже показаться, что, ну, господи, зачем это вообще нужно, и так все это понятно, там, из рубрики «Не показывайте расчлененку» в приложениях, где написано, что это для детей. Но, как это обычно бывает, там, дьявол кроется в деталях, и зачастую такое бывает то, что типичный, например, случай, даже у нас такое было, когда создается приложение с пользовательскими данными, то обязательно нужно прикладывать пользовательское соглашение. именно в само приложение, чтобы пользователь мог на него нажать, перейти и прочитать. Это бывает иногда неочевидно, об этом бывает забывается, поэтому всегда эти гайдлайны нужно держать в голове, потому что очень неприятно провести там, условно говоря, двух-трехнедельную итерацию по приложению, отправить ее в App Store, четыре дня просидеть в ожидании и потом получить отказ, потому что, видите ли, там нету ссылочки, которая, по сути, и так у нас везде валяется, просто ее не добавили. Слушай, а какие там примерно вот такого, какого плана? Ну, то есть, да, там, окей, не показывать расчлененку, наверное, там, приложить поисковое соглашение вот такое, это из случаев с пользовательскими данными, да, интересно. А что-нибудь еще такого? Просто я никогда не читал, но так в двух словах. Из такого то, что прям сразу в голову приходит, то, что запомнилось, то, что там достаточно специфично с точки зрения денег, то есть всем владельцам вот этих казино и прочего, им нужно очень сильно ходить по такому тонкому льду, потому что там, я дословно так, к сожалению, не вспомню, но, условно говоря, там пользователь не может за реальные деньги покупать какую-то несколько иную валюту, которую он не знает, как ему тратить, то есть это все должно быть очевидно прописано, указано и рассказано пользователю. То есть нельзя просто, типа, вот положи мне 100 рублей и будет тебе счастье. Нельзя, чтобы пользовательские данные где-то обрабатывались у третьих источников. Если это детское приложение, то там какие-то совсем супер повышенные требования к пользовательским данным. Ну, то есть в этом плане и у Android, и у iOS тут одинаковые запросы. То есть для детей они какие-то совсем ужесточенные меры просят, потому что, ну, как я понимаю, детские данные – это совсем святое и никуда не должно уплывать. Вот. И, например… А, вот, еще что вспомнилось, то, что, допустим, запрещены порнографические материалы. То есть нельзя взять и выпустить приложение там какого-нибудь порнхаба. Ну вот, как же так? Вот, собственно говоря, разрешен вопрос, почему их не существует в App Store. Ага. Ну, наверное, можно, конечно, обойти через какой-нибудь там Enterprise сертификат, когда выкладывать через свой сайт и всякое такое. Да, да, так можно, но это же уже не совсем через App Store, поэтому… Ну, да, это уже не массовость такая какая-то. Согласен. Ладно, так, хорошо, идем дальше к гайдлайнам там по интерфейсу, ну, так сказать, дизайнерским каким-то что-то скажешь. По дизайнерским там по большей части так вот словами не передать, как говорится. Ну, да. Чтобы это все смотреть, ну, естественно, отличия есть. Android больше за Material, а Apple больше за, как они еще, как же это называется, за Human Interface, то есть за человеческие интерфейсы. Они несколько отличаются, естественно, у них там есть некоторые места перекликиваний, и если какие-то гайдлайны не выполняются, то приложения вряд ли развернуты, скажут, что мы не будем его выпускать, хотя ходили слухи, что Apple, бывает, говорила, что вы, к сожалению, нам дизайнерски не подходите, и мы не хотим, чтобы вы были у нас в магазине. Но это, мне кажется, какие-то совсем вопиющие случаи, то есть, словно говоря, если выпустить iOS-приложение, которое больше продерживается материал дизайна, то бояться нечего. Ну, единственное, то, что пользователям будет менее удобно, потому что, ну, они больше привыкли к iOS. Ну, да, особенность платформы и привычки – это штука такая, которую не стоит игнорировать однозначно. Ну, это вот, собственно говоря, то, что накладывает на больше даже, наверное, на дизайнера задач, потому что… Ну, да, да, конечно. Да, он когда разрабатывает, он, получается, должен сразу держать себя в голове и iOS, и Android-версию, и когда дизайнер больше ударяется в определенную ось, весь проект относительно рискует, особенно если он не направлен на какую-то определенную группу людей, а пытается сразу угодить и Android, и iOS. И, ну, как по опыту знаю, что, например, Android-пользователи очень бывают недовольны, когда туда привносятся какие-то iOS-ные фишечки дизайнерские, ну, что, в принципе, очевидно. Ну, понятно, да. Ясно. Слушай, а тут опять-таки вот, ну, в одном приложении это сделать сразу так не получится, в любом случае это два независимых отдельных приложения, которые, ну, просто похожи по функционалу, да, но с точки зрения там разработки и всего они отличаются существенно. Ну, скажем, совсем разные даже, может быть, наверное, так правильно сказать. Ну, смотри, есть разные инструменты, и есть инструменты, с помощью которых можно сразу делать приложения на iOS и Android. Как же он называется-то? React Native, например. Вот. То есть... Ну, допустим, да. Это такой инструмент, как, ну, как мне кажется, по-крайней мере, полумера определенная, когда люди пытаются вот этих вот full-stack, собственно говоря, разработчиков все взять, то есть, когда им лень себе брать фронтендера и бэкендера, они берут себе full-stack, который там и немного того, и немного сего умеет. Вот. Ну, тут, наверное, что-то из этой же рубрики, когда не хочется сразу тратиться на Android и на iOS-разработчика, берут себе человека, который умеет на React Native писать и... Пытаются, так сказать, с его силами построить два приложения. Да, пытаются с его силами построить приложение, но тут сразу стоит оговорить, что, получается, гайдлайнам оно вряд ли будет соответствовать, ну, потому что, условно говоря, это сразу пилится и на iOS, и на Android, и в одном и том же месте, грубо говоря, все создается. Ну, то есть, естественно, там можно поставить некоторые правила, но такой сверхголубины дизайна там ждать не стоит. Ну, я говорю, что там, скажем так, Hello World, да, окей, он там, скажем так, менюшка, я не знаю, там, какая-то пара лейаутов, она подойдет, но когда ты начнешь дальше вот это чуть прорабатывать логику перехода, у одних там, у Android один как бы привычный визуальный, так сказать, эффект появления меню или расположения в iOS-е другой, и вот это все уже начнется в детали, и тут уже придется немножко как-то, ну, не получится вот так, чтобы прямо из коробки одно приложение автоматически собралось и все там заработало. Ну, и опять какие-то, если уже вдаваться, так понимаю, в какие-то технические тонкости, там, использование каких-то там вещей, ну, подкапотных, то тут тоже уже, мол, придется, так сказать, там, какие-то, не знаю, ифы ставить, что если на Android, то делаем так, там, если на iOS так, ну, то есть немножко разделяться это будет, ну, и, конечно, универсальный инструмент, как показ практика, это такая штука очень. Ну, да, спорная достаточно, и плюс стоит учитывать то, что те фишки, которые там предоставляет, условно говоря, Android в своей студии и Apple в своем X-коде, они сразу же теряются, то есть там, условно говоря, вот прошла недавно конференция Apple, и они сказали, что у нас теперь будет пароль, который вы сохранили в Safari для приложения, будет сразу же переноситься в приложение для iOS, и вам не нужно будет его заново набирать. Вот, то есть сразу же нужно учитывать, что, скорее всего, этой фишки сразу же в, там, в том же React нейте вряд ли будет. Ну, а если и есть, то с какими-то нюансами, например, которые в документации Apple, естественно, не будут фигурировать, потому что это совершенно другое. Ну, конечно, да. Да, так, ладно, идем дальше. Поговорили про гайдлайны, что там еще следующие какие-то аспекты в плане, там, тестирования, вот, значит, ну, опять говорю, да, вы как-то смотрите просто визуально, там, какие-то уже, так сказать, у вас там есть, ну, держите в голове примерно гайдлайны, да, и, так сказать, говорите, ой, слушай, здесь что-то вы ни то не сделали, так непривычно, так никто там под Android не делает, условно говоря. Ну, вдруг там, не знаю, разработчик что-то там тоже решил увлечься или как-то там дизайнер чуть что-то пропустил. Ну, как правило, вот эти все места насчет того, что это не совсем по-андроидовски и прочее, они решаются больше на этапе приемки, то есть еще до того, как мы взяли в работу. Ну, да, бывает, что-то возникает, что-то появляется так неожиданно. Ну, естественно, это сразу чиним, стараемся привести к какому-то единому формату. Что вообще, в принципе, при тестировании мы делаем? Ну, естественно, это все тест-кейсы и прочее, это все, естественно, фигурирует, даже, наверное, особо зацикливаться не стоит. Ну, да, тест-кейсы, да, вы написали, конечно, какие-то если там пробежаться, то все, посмотреть, это как бы вопросов нет. То есть на что обращаем внимание и где достаточно часто бывают баги, как нам кажется? Это, во-первых, при работе с сетью. Я несколько попозже, наверное, про нее расскажу, но просто так вот сейчас заранее удочку закину, то, что очень большое количество приложений не знает, как им работать, когда у них плохое соединение с сетью, и они могут просто там элементарно падать или выдавать какие-то совсем несуразные вещи, поэтому это вот одно из первых вещей, что идет на проверку. Ну, это связано с тем, что там переключение Wi-Fi, там, не знаю, мобильные отключения, потери сигнала, вот это вот все, там, оффлайн, онлайн. Потеря пакетов, да, выход из зоны сигнала и снова вход в зону сигнала. Все это вот обязательно нужно проверять, потому что это нормальное поведение пользователя, которое, ну, как правило, с мобильным девайсом обычно так и происходит. То есть человек не сидит в уютном офисе, как тестировщик, а, скорее всего, где-то идет, возможно, едет в метро, и, ну, мягко говоря, связь у него будет не такая идеальная и прекрасная зачастую. Вот, это первое. Второе, это обязательно работа с экраном, то есть мы обязательно должны посмотреть, как девайс отреагирует, если мы его перевернем. Часто такое бывает, ну, не, наверное, в руне и совсем прям часто, но бывает чаще, чем хотелось бы, что при повороте экрана приложение может попытаться занять ландшафтный режим, хотя оно не подразумевает в себе ландшафтный режим, и из-за этого оно, допустим, падает или берет, и все элементы просто уезжают куда-то, а при возвращении обратно в портрет, и они не знают, как им вернуться. Такое тоже бывает. Это обязательно нужно проверять, потому что... Хотя вроде бы казалось бы. Да-да-да, ну, казалось бы, но, в принципе, если в приложении 100 с лишним экранов и, условно говоря, там после каждого багфикса это проверять, это не всегда. Там нет, разве, какой-то такой глобальной там настройки, ну, типа, учитывать или вообще там запретить? Есть, 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 но бывает, что, условно говоря, она была, потом там разработчик решил поиграться, посмотреть, а как она будет, и забыл выключить, допустим. Ну, понятно, да, человеческий фактор такой. Да, тут такой человеческий фактор, то есть, да, естественно, настройка она есть, и слава богу, что это не нужно постоянно прописывать руками, но человеческий фактор есть человеческий фактор, и достаточно, мне кажется, страшно себя чувствуют люди, которые выпустили приложение в App Store, а потом на следующий день решили просто перевернуть девайс и поняли, что у них там все ломается, и, по сути, каждый пользователь ходит с такой бомбой замедленного действия в руках, то есть, ему там стоит чуть-чуть ее повернуть, и все. Да, это согласен, крайне неприятно. Так, ладно, что еще, какие моменты? Из еще каких интересных моментов, чего, наверное, вряд ли, мне кажется, можно в вебе, ну, не то, что можно, нельзя, а, скорее, не требуется тестировать в вебе, например, это резкий переход из одного приложения в другое. Как это лучше всего протестировать? Это при телефонном звонке. То есть, что в Android, что в iOS у звонка есть больше приоритет по сравнению с другими приложениями, и если кто-то звонит на телефон, то автоматически все приложения уходят в фон, и телефон, именно звонок в телефон, и он, условно говоря, выходит на главную. Собственно говоря, там тоже могут зачастую появляться такие интересные баги, когда несколько неправильных зависимостей построены или приоритизация, и получается так, что, условно говоря, там, если мы что-то делаем в приложении, произошел звонок, и потом мы после звонка возвращаемся в приложение, оно думало, что оно в большем приоритете, а оказалось, что оно не в большем приоритете, поэтому у нее там что-то упало, оно в самом приложении к этому готово не было, и, в общем, вот так. Ну, это, скорее всего, когда ты просто что-то смотришь на какой-то экран, и он там ушел в саспент, условно говоря, да, тут, наверное, не так. А вот другое дело, когда что-то находится в процессе в приложении, какая-то там операция или что-то такое, не факт, не факт. Очень часто просто даже при... Ну, вот просто мы, допустим, уже открыли страничку, она полностью загрузилась, и тут ее резко прерывают, она просто элементарно этого не ожидала, потому что, условно говоря, в ее иерархии она выше всех стоит, и никто в приоритете выше нее не существует. Вот, потому что во время звонка там не совсем уходит даже в саспент, там, скорее, это именно как прерывание, то есть, это такое вот резкое обрывание происходит. Ну, это, короче, больше, пожалуйста. Да, больше к тому, что, кстати, там разработчик должен правильно обрабатывать некие сигналы, там, ну, или сообщения от системы, которые говорят, что, во, все, я сейчас закрою, да, поэтому... То есть, как-то так, да, это происходит обычно или как? Да, да, примерно так. Вот, ну, то есть, просто если сравнивать, то, там, условно говоря, когда человек нажимает кнопку свернуть, то приложение, точнее, ось приложению говорит, дай я тебя, пожалуйста, сверну, и приложение говорит, ага, окей, ладно, сверни меня, а когда с телефоном, то ось у него даже не спрашивает, она просто говорит, пододвиньте, и все, и уже начинает выполнять свои функции, поэтому приложение может не совсем грамотно отреагировать. Понятно, ну, хорошо. Про батарейку, да, тоже ты говорил, что важно как-то посмотреть. Да, про батарейку обязательно очень важно посмотреть. В принципе, тут, наверное, нет какой-то формулы определенной, просто есть различные инструменты по мониторингу батареи, ну, и, в принципе, когда мы как пользователи смотрим, мы же тоже это можем увидеть, то, что вот девайс там, условно говоря, 5 минут назад был на 100%, а тут он уже бац, и 70%, хотя батарейка у него новенькая. Ну, это какие-то такие субъективные вещи, а вот, как бы, все же ты говоришь, какие-то тоже инструменты есть для тестирования, для замер. Да, 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 ну, я к тому, то, что, условно говоря, не нужно там с этими инструментами ими обкладываться постоянно, и только от них информацию черпить, то есть, если мы видим, что батарейка не сжирается за, там, 5 секунд в ноль, то, соответственно, и какие-то инструменты по мониторингу батареи не особо требуются. Вот, ну, потому что здесь, получается, мы, опять же, от времени отталкиваемся, и, условно говоря, если мы не видим каких-то подозрительных сигналов, то и время на это тратить не следует. Ну, понятно, да, все, так сказать, как бы, если нет такой серьезной причины, прям явной проблемы, то, как бы, наверное, все. Даже если что-то всплывет, то, наверное, это уже не так критично или, там, не так сильно сказывается, да? Ну, да, тем более, всегда можно впоследствии с бета-теста собрать определенную информацию. Ну, это уже ладно. Чуть попозже. Не, ну, давай, как раз, мне кажется, мы уже так плавно подошли к всяким инструментам, да, что вы, там, что вы, как, там, тестировщики, используете в своей работе, да, то есть, ну, программисты, понятно, они, там, пишут код, там, в Xcode, либо, там, в каком-нибудь Android Studio, у них, там, свои возможности, там, дебаггеры, они, там, понятно, что это, там, на эмуляторах проверяют в первую очередь, в общем-то, ну, либо на девайсе, который подключен, который опять есть возможность, там, как-то в дебаг-режиме, да, там, проверить, собрать что-то. А вот, когда она уже попадает к вам, там, ну, пусть, там, на конечном девайсе, либо даже на каком-то эмуляторе, то вот, как здесь-то дальше чего смотреть? Там, опять-таки, вот, там, да, даже если я из того, что говорил про сеть, тут вот, ну, симулировать, там, потерю сигнала, еще что-то, наверное, я представляю, как, а вот, там, скорость, еще что-то, посмотреть, как положение ведет себя в разных, так сказать, там, сетевых режимах, как, вот, это как есть возможность, какие-то инструменты для этого? Ну, смотря, опять же, чуть, чуть откачусь, вообще, как это, собственно говоря, выглядит примерно, когда когда прилетает билд. Да, вот расскажи. Ну, во-первых, мы обязательно пользуемся интеллектуальными картами-евристиками, собственно говоря, что это такое? Интеллектуальные карты, это такая майндмэпа, где указано, что обязательно нужно всегда проверить, вне зависимости от приложения. То есть, ну, условно говоря, там есть вот центровинка, там указан телефон, и от него отходят различные веточки, где указано, что там, допустим, обязательно нужно перевернуть экран, там, особенно если он, допустим, находится в процессе обработки какой-нибудь задачи. Ну, и в ристики это такие тоже способы запоминания, там, когда мы придумываем какое-нибудь слово, и по буквенно, если его разобрать, то это получится, что нужно что-то обязательно всегда проверить. Вот, это прибавляет, во-первых, некоторый такой формат игры в тестировании, во-вторых, помогает не забывать о важных вещах, вот, собственно говоря, как батарейка, переворот экрана и прочее. О чем, в принципе, часто бывает забывается, особенно, когда это уже в 105 раз проверяется на одном и том же приложении, кажется, нет, ну это я уже, кажется, проверял, что-то проверять-то уже и не нужно, наверное, вот, нет, все, это обязательно, строго. Классический инструмент для всех тестировщиков, тут без разницы, мобильный, не мобильный, это PairWising, когда у нас есть несколько полей, там, допустим, пользователю нужно заполнить всякие имена, фамилии, имейлы, и с помощью PairWising мы, собственно говоря, можем дать определенное количество входных данных и сколько раз между собой они должны перекликнуться, чтобы мы покрыли полностью всю вариацию вводных данных, чтобы не нужно было, условно говоря, проверять миллиард и одно, миллиард один ввод от пользователя. Но это такие стандартные инструменты, я думаю, в принципе, можно будет ссылки на них оставить в описании. Да, конечно, ссылки оставим, да. Потому что как-то вот PairWising ты сказал, я даже, честно говоря, вот как-то удивительно, но я не слышал про такой термин, если честно. Ну, оставлю ссылку в описании, даже небольшой описал его, как это, в принципе, работает. Собственно говоря, когда мы переходим непосредственно уже к мобильному тестированию, то нам, естественно, на помощь приходят IDES, которыми пользуются разработчики, это Xcode и Android Studio. В них что мы можем делать? Мы, во-первых, в них можем самостоятельно ручками проводить whitebox, но это уже такой, скорее, высший пилотаж, когда мы там просматриваем код и находим в нем какие-то ошибки, но, опять же, это уже на более высоких стадиях. Собственно говоря, если же мы больше blackbox-тестингом занимаемся, то Xcode и Android Studio позволяют нам собирать различные данные по, собственно говоря, например, энергоэффективности, по объему памяти, которое приложение занимает. Если приложение крашнется, то в Xcode и Android Studio сразу будет указана строка, которая вызвала падение. То есть, весьма удобно. Ну да, вы потом все это просто разработчикам прямо передаете. Да, это, собственно говоря, да, можно сразу разработчикам передать или, условно говоря, если он рядом, прям у себя же и показать. Очень удобно, очень быстро зачастую баги решаются за счет этого всего. Собственно говоря, например, про память еще. Да, вот, кстати говоря, что забыл всем сказать про то, что обязательно нужно протестировать, это про перегрузку памяти, то, что как приложение себя будет вести, если ему, условно говоря, уже некуда будет писать свои собственные данные. Ну, такое бывает. Девайсы, они с не очень большим объемом памяти. Ну, в смысле, забиваешь, просто открываешь много-много разных приложений, да, и вот уже... Да, да, это как вариант. Это как вариант. И такой вариант, как правило, нужно на iOS производить, потому что у нее нет каких-то штатных инструментов для того, чтобы это проверить. Для Android есть очень удобная фича, которая именно в Android из коробки идет. Она называется Donut Keep Activities, то есть не сохраняя действия. Она безумно полезна тем, что она на системном уровне говорит приложению о том, что у него нет памяти на своей активности, поэтому их нужно убивать. И вот в этом режиме, наверное, так много, как ни в каком другом появляется количество ошибок. То есть мы сразу можем увидеть, как приложение себя ведет, если у пользователей там открыто 10 ютубов и 80 каких-нибудь веб-страничек, и зачастую приложение не знает, откуда ему брать данные, которые только что у него были, и начинает падать. И это, собственно говоря, да, очень полезно, очень часто пригождается. И, ну, не знаю, как мне кажется, от этого даже, в принципе, и сама, ну, как это сказать, стойкость приложения растет. То есть когда оно само знает, откуда ему брать информацию, не зная при этом, что было на прошлом экране, то сама стабильность приложения повышается. Тут даже без разницы. Ну, получается, знаешь, в некотором случае там, ну, не то что, ну, как бы, restful, вот у нас есть термин, там, stateless. То есть, как бы, каждая страничка, по сути, является такой самодостаточной, и тем самым, не скажем так, меньшая связанность с общим рантаймом как-то. Потому что все привыкли, что там приложение, вот оно все в рантайме, значит, у него там в башке много всего, и оно всегда что-то знает. А тут, получается, приходится так разрабатывать, чтобы именно вот разделить вот эти вот стейты, и что, как бы, страничка, вот она сама по себе, вот, как бы, сама будь добра, знай все про себя. Иначе, как бы, могут быть некоторые вот такие сложности. Ну, да, да, собственно говоря, да. Дальше идем, что там? А в АЮСе, в АЮСе ты сказал, да, такой штуки нету, да? Да, такой, к сожалению, штуки нету, ее безумно не хватает, но, ну, как показывает практика, достаточно большое количество окон по наоткрывать, особенно, которые энергоэффективные, и тут, собственно говоря, тоже начинают появляться некоторые баги. Ну, поскольку ОС сама по себе более стабильная, так скажем, то их поменьше находится. Вот, собственно говоря, дальше, что сказать, это про, наверное, низкий заряд батареи, то, что тоже с ним обязательно нужно проверять, потому что, ну, не всегда у пользователя на 100% заряжена батареечка, и многие системы даже насильственно предлагают включать пользователю какую-то энергоэффективность после определенного порога батареи. Да, 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 я вот как раз хотел сказать, то есть, на Андроиде там тоже есть режим энергосбережения, и на Иосе они там 20% говорят, все, давай мы тебе включим, а то мало ли что. Ну, вот, некоторые просто предлагают, а некоторые прямо именно непосредственно насильно заставляют пользователя это включать, и поэтому это обязательно нужно проверять, как приложение себя будет вести, потому что частично это похоже на то, что делает Donut Keep Activity, то есть, он убивает какие-то действия, он урезает количество работы с сетью, он уменьшает работу в фоне, там достаточно большое количество вещей, которые происходят, и все их охватить очень сложно, я бы даже сказал, наверное, невозможно, но какие-то базовые вещи из рубрики, там, свернуть приложение, опять его развернуть, и посмотреть, вообще все ли в порядке, это обязательно нужно проверять, смотреть. Да, наверное, вот так вот, ну, единственное, наверное, в чем, что хорошо, то, что далеко не все пользователи любят эти режимы энергосбережения, потому что они знают, что приложение бывает не очень хорошо себя ведет в этих случаях, или какие-то там пуши, допустим, могут не приходить, а это нужно, вот, поэтому не всегда это включается, и тут, в принципе, вот... Ну, да, ну, знаешь, кто-то не включил, кому очень там надо не включил, а остальные все, им там Android или там телефон предложил, что, слушай, давай включим, чтобы там... О, да, да, конечно, мне там еще полчаса до дома ехать, а я сейчас тут разрежусь и останусь без телефона, так что тут, как ни крути, а такие штуки проверять надо. Тестировать обязательно требуется, вот, поэтому смотрим на все это всегда. Так, что еще следует сказать, это, наверное, про логирование, я уже сказал, в принципе, частично в X-коде Android Studio, что еще важно для мобильного разработчика, ну, наверное, не разработчика, а тестировщика, в принципе, как и для любого тестировщика, это всякие инструменты скриншотов, логир и записи экрана. А с записью экрана несколько посложнее, там придется что-нибудь из App Store скачивать, но, в принципе, нет большой такой проблемы для Android, там куча приложений для всего этого, а для iOS всегда можно использовать тот же QuickTime на Mac OS и на Windows, там тоже какой-то есть инструмент, то есть через подключение к компьютеру можно записывать экран уже с самого девайса. А, да, то есть QuickTime, если у тебя подключен там по USB, ну, неважно, да, можно прямо записать именно экран, что сейчас происходит на... Именно на iPhone, да. О, слушай, не знал. Вот, да, это можно записывать, потом непосредственно прикладывать, очень полезно, наглядно. Собственно говоря, немножечко стоит еще сказать... про манипуляцию, собственно говоря, про сеть, про сеть, то, что мы уже ранее упоминали, то, что это важно достаточно проверять. Раньше как это выглядело? То, что сидело несколько тестировщиков, у каждого было в руках по фольге, по такое большое количество фольги, и когда нужно было, в определенный момент они этой фольгой накрывали девайс, чтобы, собственно говоря, такую клетку Faraday своего образа соорудить и проверить, как приложение на это отреагирует. Ну, естественно, не всегда клетка эта срабатывала, иногда там сигнал все равно проходил, из-за этого приходилось там тысячу один раз все перепроверять. Сейчас есть инструменты, которые это могут на софтварном уровне, собственно говоря, проверять, симулировать. Для Mac для этого есть Network Link Conditioner, он очень удобный, простой, там просто через пару буквально кликов устанавливается тот тип соединения, который требуется, причем там как тип соединения и насколько много данных теряется. То есть мы можем, допустим, поставить, что у нас соединение очень хорошее, но почему-то пакеты все не доходят. Слушай, а дальше ты просто свой телефон настраиваешь как бы на сеть через твой комп, да, вот так? Да, 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 там получается так то, что, ну, по крайней мере, на Mac, я не знаю, как на Windows это работает, к сожалению, вот, но на Mac это получается, этот Network Link Conditioner подключается, к Mac подключается сам iPhone и уже через него смотрим. Что с Android? С Android все несколько посложнее, у них нет такой штуки, поэтому как один из способов решения проблемы, если не хочется решать его фольгой, то это раздавать интернет с iPhone, который предварительно был подключен к Mac, и этот именно интернет, который раздается с iPhone, будет как бы того же качества, который установлен на Mac. И уже к этому Wi-Fi подключаться с Android и смотреть, что там будет происходить. Костыльный метод, знаю, но что есть, то есть. Ну, как бы за неимением лучшего, да, за неимением лучшего приходится. Вот, собственно говоря, вот за счет этого можно более чем успешно все просматривать, вот, в принципе, насколько я слышал, есть даже способы этого всего автоматизации, но пока до этого не дошли. Вот, в принципе, зачастую руками проще, наверное, даже посмотреть, особенно, когда все часто меняется и не знаешь, на каком экране было бы лучше посмотреть эти вещи. Собственно говоря, наверное, дальше пойдем про симуляцию и эмуляцию, стоит сказать. Давай. Тоже, да, опять же, говорили про нее, так, несколько в двух словах. Ну, что это из себя представляет? Это, во-первых, есть два вшитых уже инструмента, это в Android Studio и в Xcode есть сами по себе симуляторы. Как это выглядит? Это на самом ПК включается такой симулятор устройства, на которое можно перенести приложение, посмотреть его, потыкать, понять вообще, как оно работает. Это плюс. Плюс в том, что можно симулировать различные девайсы, особенно это касается Android, то, что зачастую не хватает всех устройств и всех разрешений, если там требуется какое-то суперспецифическое разрешение, которого нет ни у кого и нигде, то, в принципе, симулятор может решить эту проблему. Это, пожалуй, из плюсов. Из минусов то, что у них часто настройки весьма лимитированы или для того, чтобы что-то определенное настроить, нужно очень сильно ковыряться. То есть, допустим, есть такой способ эмуляции, точнее, не способ, а продукт для эмуляции, он называется Genimotion, это, собственно говоря, эмуляция Android-девайсов. И если мы хотим симулировать Android-устройство, которое при входе в карты показывает нам Москву, где мы, условно говоря, находимся, то нам для этого нужно пойти в настройки и специально прописать координатами, где оно должно показывать нам, иначе оно будет показывать, насколько я помню, там где-то какое-то место в Исландии. Да, в середине ничего, просто в поле в каком-то. То есть, вот девайс будет считать, что мы там находимся. Вот, это тоже нужно держать как бы в голове. Потому что, когда в первый раз мы включали эмулятор и не знали об этой особенности, и тестировали как раз такие приложения, где используются карты, то нас несколько смутило, что мы находимся в какой-то пустоши за 10 тысяч миллионов километров от цивилизации. Предполагаемого места, да? Да-да-да. Слушай, но все равно вот эти эмуляторы, я вот помню еще там сам, когда немножко экспериментировал, вот да, знаешь, запускаешь этот несчастный эмулятор, там даже из Xcode он говорит, вот твое приложение, все вроде работает. Потом ты переносишь его на нормальный девайс и получаешь совсем не то. Да, да, это вот то, что хотелось бы сказать еще к минусам, то, что эмуляторы и симуляторы, это вот тестировщикам нужно прям зарубить себе, я не знаю, на всех вообще местах, где только можно, то, что их нельзя использовать, как вот стопроцентный гарант качества. Вот, ну вообще ни в коем случае. Я просто знаю нескольких людей, которые считают, что этого достаточно, и что, условно говоря, если у них в парке устройств нету Nexus'а какого-нибудь там 5X, и они проверят на эмуляторе, и там все будет хорошо, то значит все у всех пользователей тут же будет все хорошо. Это не так, это так не работает. Во-первых, потому что эмулятор и симулятор, он не может полностью воспроизвести все, что происходит на девайсе. Там все равно есть какие-то свои костыли, какие-то свои особенности, которые где-то работают, где-то не работают, и, условно говоря, там поймав баг на симуляторе, вообще совершенно не факт, что он будет на реальном девайсе, и наоборот. Вот, и что тоже немаловажно, то, что сам по себе юзер экспириенс, который очень важен при тестировании мобилок, он совершенно недостижим при симуляции и эмуляции, то есть мы не можем попробовать пользоваться девайсом так, как им пользовался бы пользователь в реальных условиях. Как бы он держал этот девайс, как бы он свайпал какие-то экраны, как бы он что-то просматривал. Тут совершенно другой опыт, и вот эти, собственно говоря, два фактора, то, что, во-первых, не все баги появляются, и то, что совершенно другой юзер экспириенс, это говорит о том, что это вот инструменты только вспомогательные, они только, ну вот как я уже говорил, для каких-нибудь там суперспецифических экранов, вот ничего не поменялось, там только нам нужно, чтобы там вот экран был на 10 пикселей больше, и все, и вот мы посмотрим, видим, что ничего никуда не уехало, и тогда с некоторой долей вероятности мы говорим, что да, это будет работать так. Ну да, такой дополнительный, скажем, инструмент больше, вспомогательный, немножко себя успокоить. Для подстраховки, да, скорее. Для подстраховки, да, ага. Ну и для, допустим, разработчиков, потому что у них тоже не может там под рукой лежать 10 тысяч устройств, и они, допустим, хотят сразу у себя на компе проверить, как это будет в разных разрешениях смотреться. Ну да, да. Тоже, собственно говоря, как способ. Ну и разработчикам проще, потому что они такие товарищи обычно, им как бы эмулятор, они считают, что это вполне достаточно, типа, ну вот, я что-то проверил, ну более-менее же работает, а дальше там тестировщики пусть разбираются, как обычно. Это бывает. Ну, все не так, конечно, категорично и ужасно, но если все так обобщить, то... Да, в некотором смысле сарказм, но тем не менее, что разработчик, как бы он не будет там сильно подробно заморачиваться, он как бы в целом, вот оно вроде где-то как-то крутится, работает, ну а в детали уже, извините, так сказать, это уже все к тестировщикам пойдет, больше про это. Ладно, давай теперь, наверное, про вот еще раз, может быть, чуть какие-то про билды, и вот, так сказать, да, там выложили, наверное, тут интересно, знаешь, про какие-то механизмы, там ты вот в двух словах сказал, там про фидбэк от пользователей, да, ну фидбэк там, в смысле, просто пообщаться какой-то там, комментарий и прочее, это одно, ну а другое дело, какие-то инструменты, чтобы именно получать отчетом, оно вообще там не падает, оно у пользователей-то, или какая-то статистика, вот что-то такое же, тоже вы, так понимаю, собираете, и вам, как тестировщикам, тоже, в общем-то, эта информация и нужна, и полезна. Ну, ставший уже на этой традиции, немножечко откачусь. Да, да, нормально. Собственно говоря, как это выглядит на первых стадиях, то есть вот разработчик, как я уже говорил, дошел до 50% готовности своего продукта, ну, опять же, 50% это условная цифра, то есть там это может быть и 10, и 90. У него встает задача, собственно говоря, как нам доставить этот билд. У него есть несколько вариантов. Первое, это запушить в GitLab, откуда мы, собственно говоря, тоже стянем и у себя локально это скомпилем. Это первый вариант. Он достаточно долгий, совсем не автоматизированный и унылый, поэтому мы частично это автоматизировали, и при отправке относительно работающего билда на GitLab он автоматически собирается у нас на Mac, в котором подключены айфоны, и туда сразу все это заливается. С андроидами чуть-чуть посложнее, там мы этого еще не сделали, поэтому там на ранних стадиях, ну, совсем-совсем на ранних стадиях, когда еще даже, я бы сказал, на уровне 10% готовности, так скорее посмотреть на скелет приложения, мы передаем файлы по Google Drive, ну, просто это складируется в папочку, и все, собственно говоря, хватит. Ну, а ПК-шечки, да, в смысле, собранные? Да-да-да, просто да, ПК-шки, ну, либо, опять же, все это берет, отправляется на какой-нибудь GitLab, и там тестировщик у себя уже руками это все через Android Studio собирает, то есть как два варианта. В принципе, оба они примерно одинаковы по времени, вот, собственно говоря, когда уже продукт относительно готов, уже близится там каким-то 70% и требуется его выкладывать, почаще иметь доступ побыстрее, то начинаем использовать такие инструменты, как HockeyUp, например, среди таких же примерно есть еще Uplate, я помню, и TestFairy, но мы их не пробовали, вот, ну, единственное, они примерно работают одинаково, то есть это как все выглядит. Разработчик берет, отправляет это в приложение, в этот тот же самый HockeyUp, там есть отдельная вкладочка с именно этим приложением, где хранится история сразу с несколькими билдами, там можно сразу посмотреть различные билды, там, что изменилось, что не изменилось, и у всех пользователей, которые приглашены в группу, это приложение тут же отобразится, они смогут его быстро скачать примерно, как если бы это было бы в каком-нибудь AppStore. Вот, собственно говоря, все вот эти HockeyUp, они, что тоже, наверное, стоит заметить, зачастую используются всякими энтерпрайзами в качестве AppStore, ну, то есть вот мы когда обсуждали гайдлайны с PornHub, вот, собственно говоря, я, наверное, если бы PornHub бы захотел, чтобы все его пользователи имели у себя мобильное приложение, то они бы использовали какой-нибудь HockeyUp, где любой пользователь по приглашению мог бы зайти и примерно так же скачать. Ага. Вот. Ну, и, собственно говоря, уже когда все протестировано, все собрано, все перепросмотрено, то в iOS мы отправляем это все дело в TestFlight, это эпловый такой инструмент для бета-тестирования, там тоже требуются всякие приглашения, то есть получается там тестировщикам на почту приходит приглашение, по которым они, собственно говоря, примерно, опять же, как в AppStore, могут все скачать. Вот. В чем разница? В TestFlight, в отличие от HockeyUp, Apple предварительно уже проводит некоторую проверку приложения, то есть мы уже можем с некоторой долей вероятности сказать, что приложение пройдет проверку и плав впоследствии, и плюс при публикации в TestFlight используются несколько другие провижены, и то, что, ну, одна из проблем, собственно говоря, мобильных тоже приложений, то, что у них в зависимости от вот этих сертификатов, которые используются для публикации, может что-то меняться, и условно говоря, то, что работало на тестовой среде в мобильном приложении, может при изменении сертификата на боевую среду не заработать. Вот. Собственно говоря, TestFlight позволяет это проверить, ну, потому что там уже сертификат непосредственно боевой используется. Ты что-то не знал, я как-то думал, что просто сертификат какой есть, как бы, и все по идее везде одинаково. Да, там есть разные сертификаты, есть дебаг и продакшн сборка, по-моему, так это называется, ну, точно не помню, но, в общем, не суть. И получается, несколько раз у нас было такое, то, что из-за сертификата приложение либо вообще не открывалось, либо очень большая часть функционала отваливалась. Приходилось перегенерить сертификат, смотреть еще раз все заново, то есть такая достаточно муторная и сложная операция, которую обязательно нужно проверять, потому что если слепую это выкидывать, то, ну, можно с некоторой долей вероятности потом словить очень негативный фидбэк от пользователей. Вот, ну, с Android примерно то же самое, то есть из Google Drive он перебирается в HockeyUp и оттуда впоследствии в Android бета-тест, где, как я уже говорил, мы накатываем на ту версию, которая сейчас лежит доступной для всех пользователей, то есть в Story мы на нее накатываем нашу новую версию, чтобы посмотреть, что там сертификаты правильно все сгенерировались, они там нигде не законфликтовали, что база, если она менялась, правильно смигрировалась, ну и прочее, и прочее. Ну, база в смысле локальная на устройстве с пользователями какими-то данными. Да-да-да, локальная, да, потому что бывает, например, что пользователь там, условно говоря, пользовался приложением, у него там был свой аккаунт, потом он скачал обновление и тот бамс ему приложение берет и при входе просто краш выкидывает, потому что, оказывается, при разработке было еще добавлено одно поле в пользователях и приложение теперь не знает, как работать с пользователями, у которых это поле пустое, ну, а пустое оно, потому что раньше его и не было у других пользователей, вот, собственно говоря. Ну, это, собственно, разработчик должен, да, так сказать, предусматривать все эти миграции, апгрейды, так сказать, бесшовные такие. Да, но тестировщик это обязательно должен проверить, потому что это очень важно и, ну, как мне кажется, весьма большого количества ошибок. Слушай, а были вот, знаешь, какие-то проблемы, когда ты там обновляешься не на следующее, там, через одну, через две, через три, там, через десять версий, вот, или это все же такой, ну, достаточно редкий кейс? Это достаточно редкий кейс. Я так статистикой, к сожалению, не смогу поделиться, но там какое-то совсем мизерное количество людей, которые пропускают релизы, вот, это, возможно, было бы актуально, если бы мобилки бы выпускали, ну, мобильные приложения выпускались бы там раз в день, тогда я еще могу, в принципе, понять, но когда обновление выходит там раз в две-три недели, то, ну, вряд ли. Ну, скорее всего, пользователь обновится, собственно. Да, ну, то есть, за это время пользователь скорее обновится или вообще удалит приложение. Тут два варианта. Хотя, знаешь, не, вот, кстати говоря, один из таких реальных кейсов, когда такое происходит, это, знаешь, ну, вот в моей, так сказать, практике, это мои родители, что там одни, что-вторые. Они, да, у них там телефоны, там, андроиды, но они, вот, ну, понятно, что старшее поколение немножко тяжеловато со всем этим, да, жить, но там приходится, там, скажем, какой-нибудь WhatsApp, чтобы там фоточки тех же самых, там, своих внучков там смотреть, еще что-то. И они ничего не обновляют, говорят, что вот ты там приходишь, там, или там приезжаешь на дачу, там, не знаю, раз там в неделю, раз в две недели, там, и затем мамка, ой, тут, Костя, глянь, тут что-то вот как-то, ну, куча нотификаций, я беру телефон, там миллион нотификаций, просто весь бар забит, у вас тут ждет 500 тысяч обновлений, там, и что вы хотите, а вот тут примите, а что мне с этим делать? Я говорю, сейчас, ладно, все, мне объяснять бесполезно, я просто сам там говорю, да, это обновить, это закрыть, и действительно, там, если там все не включено где-то там автоматическое обновление, ну, например, включено, что обновляют только по Wi-Fi, а Wi-Fi там достаточно редко бывает, да, на даче там, в основном говоря, то реально бывает такое, что там может быть за несколько там недель, ну, пройти несколько итераций обновлений, и у меня, кстати говоря, знаешь, какой пример был, у меня там мой телефончик один, которым я там пользуюсь редко, ну, в основном, когда куда-нибудь в отпуск еду, да, там, где-нибудь с Android, он двухсимочный, вот, я там реально полгода ничего не обновлял, значит, он, я его тут включил, он говорит, слушай, у тебя тут 100-500 обновлений, я говорю, ну, давай обновлять, так вот, я обновлял, ну, что-то несколько дней, знаешь, почему, потому что автоматическое обновление, оно, значит, там, неважно, там, и Opera, и какое-то там RGD-шное приложение, они просто зависали, и не обновлялись, единственный способ их обновить, это было снести полностью, и поставить заново из App Store, вот, представляешь, только так оно нормально встало, ну, там, из Google Play. это уже больше проблема оси самой по себе, ну, такое не только в Android есть, такое есть и в iOS, если большое количество обновлений, и они какие-то большие, фундаментальные, и одновременно, то, да, ось бывает не справляется, то есть, у меня тоже есть опыт из практики, когда я восстанавливал iPhone, ну, восстанавливал, в смысле, из бэкапа, вот, и он там, один из его вариантов, который он предлагает, это то, что бэкап будет такой, что он прям все-все-все-все-все восстановит, прям такой же, как было прям со всеми приложениями, со всеми данными, и прям иконочки будут стоять там же, где они и стояли, собственно говоря, грех отказываться, я попробовал, и восстанавливался он, в первый раз он вообще не восстановился, по одной простой причине, пока он восстанавливался, я одну из иконочек перетащил, это его сломало, он этого не ожидал, он думал, что телефон будет просто лежать, я его не буду трогать, но вот я почему-то перетащил одну из иконочек, которая, по его мнению, должна была быть там в одном месте, я ее перетащил в другой, все, это его сломало, он просто ушел в астрал. Собственно говоря, при повторном ему понадобилось, ну, не знаю, часа два-три, наверное, на то, чтобы это все восстановить, то не у всех приложений восстановились данные, потому что, насколько я понимаю, это уже скорее разработчики должны указывать, что там запоминается локально, что локально не запоминается. Ну да. Поэтому вот так вот. Тут, да, такие достаточно тонкие вещи. Возвращаясь к вопросу про восстановление приложений после нескольких релизов, как я уже сказал, ну, очень малое количество пользователей это делает, а на тестирование всего этого дела может уйти огромное количество времени. Да, я прекрасно понимаю, что при всей такой задаче, что там и малого пользователя, но чтобы слишком много вариаций начинается, а сколько, а две, а три версии, это такая уже геометрическая прогрессия, что, в общем... Ну вот, собственно говоря, тут проще, наверное, это уже дать на волю случая, ну, как бы это, конечно, ужасно не звучало, но грубо говоря, статистика говорит сама за себя, то, что таких пользователей будет очень мало и, ну, условно говоря, проще им сказать, что ну, попробуйте перестановить приложение и, собственно говоря, у них все заработает после этого. Ну да. Вот. Также, ну, наверное, из практики вот скажу то, что у нас там есть приложение «Рецепты Юлии Высоцкой» и там сейчас, как это происходит, есть часть рецептов платная, часть бесплатная, и если хочется взять себе платную подписку, то она там либо ежемесячно за какую-то денежку, либо раз и навсегда через внутреннюю покупку. Вот. И раньше там как было? То, что... Как мне, по крайней мере, рассказали, то, что раньше там было следующим образом, то, что там не было вот этих временных покупок там, типа, на месяц купи еще как-нибудь, там было только вот раз и навсегда, и причем это было реализовано как-то несколько иначе, как это реализовано сейчас, и мы, когда это обновляли, то мы этого не учли. И из пользовательской базы там где-то, я не помню, там 600 тысяч пользователей, что ли, или даже больше, только один человек сказал, что у него была куплена версия, и вот она теперь не восстанавливается, говорит, что купите платную версию, хотя у меня она как бы была куплена уже. Ну, получается, сколько пользователей, огромное количество, и только у одного возникла проблема, но и то решилось это достаточно просто, ну, мы ему отправили подарочный сертификат, и все. Угу. Вот. Ну, да, да, то есть, опять-таки... Вот так вот, это, опять же, к слову о статистике, то есть, ну, вот, отребовалось ли держать вот у себя ту версию, которая работает со старым видом этих покупок, держать на бэкэнде способы этих старых покупок, специально связываться с бэкэндерами насчет того, что, типа, ой, давайте мы с вами это протестируем, у меня с карты деньги не спишутся, вот, то есть, следовало ли это делать ради одного пользователя, ну, спорный вопрос. Ну, да, слушай, ты только раз упомянул бэкэнд, да, вот еще тему, которую мы все еще так пока что не затронули. Ну, приложение – это приложение, но по большому счету это фронтенд, да, к твоей, как бы, системе, там, не знаю, к каким-то данным твоим, а это все общение там через сеть, соответственно, это какой-то там есть сервер, бэкэнд, там, я не знаю, и какие-то API-шки, с которыми, ну, по большей части, наверное, HTTP-шные какие-то, да, через которые, в общем-то, твое там клетское приложение там мобильное взаимодействует уже там именно с данными, откуда оно все получает, потому что само по себе, ну, не, ну, наверное, какие-то там крестики-нолики, они, в общем-то, просто стендалон приложения, да, но если говорить про какие-то более-менее такие серьезные, то, скорее всего, все же они общаются именно с какими-то централизованными там данными, куда-то лазают. Расскажи вот про здесь, то есть, во-первых, ну, там, просто протестировать, ну, как это обычно устроено, да, какие-то API, может быть, чуть лучше, я думаю, знаешь, как это обычно происходит, но интересный другой вопрос вообще, что в плане тестирования, то есть, надо ли их тестировать, ну, понятно, что надо, было бы странно слышать, что нет. Вот и поговорили, да, надо. Было бы странно слышать, да нет, это не нужно, это же приложение не имеет никакого отношения. Это же BKN, что его тестировать, кажется, понятно. Да, да, но вот опять-таки, хоть мы и говорим про, так сказать, вроде как про мобильное такое-то тестирование, но, тем не менее, какая роль здесь отводится бэкэнду и, да, вот, так сказать, какое внимание уделяется ему именно в этом контексте? Ну, тут встану на защиту несколько, наверное, мобильных разработчиков, кто-то их так взял и сказал, о, они там просто фронтендеры, но тут несколько все сложнее, там, получается такой, ну, как мне кажется, то, что вот когда мы говорим про фронтенд и бэкэнд, это скорее вот то, что есть такой большой пласт информации в виде бэкэнда и поверх него такое одеяло в виде фронтенда. А когда мы говорим про мобилки и бэкэнд, то это скорее как вот есть один такой большой пласт информации и он раздает маленьким таким пластам информации, каждый из которых еще и сам знает, как ему работать со всем этим. Вот, но это немножечко, да, лирическое отступление, чтобы мобильные разработчики на нас не обиделись, вот, а то скажут они что, говорят, что мы тут фронтендеры. Вот. Ну да, 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 согласен, они не, не будем их обижать. Да, ну, в любом случае, как бы то ни было, там, фронтендеры, не фронтендеры, мобильное приложение в современном мире это очень часто, когда по большей части очень большое количество API-запросов и получение этих данных и уже какая-то у себя там внутри обработка этих данных в правильном порядке и презентация этих данных, собственно. Насчет тестирования API-шек. Это действительно важно, потому что бывают такие случаи, особенно когда, ну вот, собственно говоря, поделюсь нашей личной болью, то что, ну вот мы как студия мобильной разработки, получается, можем от заказчика получить как заказ на бэкэндов и мобилку, так и только на мобильную. И получается иметь дело с бэкэндом, допустим, какой-то другой компании. Это сразу порождает некоторое количество проблем, потому что, ну, зачастую что-то у кого-то бывает не готово, что-то бывает реализовано не так, как мы ожидали, что-то там бывает не задокументировано. И зачастую вместо того, чтобы, условно говоря, потратить несколько дней на разработку, а потом узнать то, что этот API-метод работает не так, как планировалось и перепиливать все заново, лучше, условно говоря, получить от заказчика ну, не от заказчика, точнее, от компании, которая бэкэндом занимается, отмашку, то, что вот все готово, и там посидеть несколько часов с API-шкой, понять, что хотя бы какой-то базовый функционал работает так, как мы ожидали уже после этого пустить разработчика, чем просто-напросто давать времени вот так вот выскальзывать сквозь пальцы. А, то есть, условно говоря, когда вы там общаетесь с каким-то внешним API, то есть оно даже по факту перед началом разработки попадает еще к вам, именно чтобы вы проверили, что в принципе оно живо, да, и только потом уже, чтобы не тратить время разработчика, да, я правильно понял тебя? Смотри, тут по-разному бывает, то есть это как один из вариантов. То есть как один из вариантов, когда мы видим, что, допустим, большое количество вещей было изменено или просто это новое приложение, и там API-шка только-только для него подготовилась, то да, проще запустить туда тестировщик, который может работать с всякими тестированиями IP, чем разработчика. Если же это какое-то минорное изменение или, условно говоря, мы знаем, что backend сделан корректно, потому что мы уже работали с этими людьми, условно говоря, то тут опять же, тут уже, наверное, попроще отдать это сразу разработчик, и он, если что, ну, непосредственно при разработке приложения что-то сам протестирует, что-то сам для себя посмотрит и, возможно, даст какие-то рекомендации. Ну, то есть у нас бывали такие случаи, то, что нам дают хорошую API-шку, но при работе с мобильным приложением там есть некоторые моменты, которые можно улучшить. Эти рекомендации даются backend, и они несколько меняют функциональность, и от этого там некоторые функции работают быстрее. Ну, что, естественно, тестировщик не сможет сделать со своей стороны, потому что, ну, естественно, он может протестировать, что все выдается там правильно, правильные данные приходят, правильные данные уходят, но насколько правильно они в группе, в совокупности своей… Ну, да, нет, это понятно, что это ближе к разработчику, конечно же. Да, 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 вот, поэтому тут тестирование API, оно далеко не всегда требуется от тестировщика, зачастую это уже на уровне, разработчиков все протестировано. Если это все-таки требуется протестировать, это вот пришло от нового какого-нибудь исполнителя, или мы в нем не уверены, то очень хорошо, когда есть что-нибудь вроде API, где есть описание всех методов и что они должны возвращать. Если такого нету, то, ну, тут приходится, условно говоря, слепым методом, там, ну, возможно, если, опять же, повезло еще и с переписыванием вместе с бэкендером насчет того, что вот если я это напишу, то что будет. Тут, по большей части, ну, если совсем нету входной информации, то такой слепой метод, исходя из дизайна, то, что вот мы здесь видим такой-то экран, здесь должно быть такое-то дергание, соответственно, посмотреть, а все ли будет правильно, если мы это дернем, вот, как бы так вот. Ну, да. Какие инструменты? Надеюсь, что это все-таки не так часто и почаще все-таки есть в нормальном писании, хоть более-менее соответствие какое-то. Да, 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 как правило, это все есть, тем более API достаточно просто использовать. Ну, так, небольшое лирическое отступление насчет API, если кто вдруг не знает. Это такой способ документирования API, когда слева написано, что она делает, а справа написан метод, и что он примерно может выдать в качестве тестового такого примера. Не, ну, тут много вариантов, как бы там, не знаю, в PHP там есть, если кто-нибудь там использует Symfony в качестве бэкэнда, есть там Nelmio IP Bundle, который позволяет описывать в виде этих самых комментариев, и потом просто на лету генерируется, то есть, динамика, которая соответствует тому, что сейчас есть в рантайме. То есть, ты просто зашел, он тебе дал описание, сказал метод, тут же песочница, где ты можешь там вызвать этот метод, там, передать ему такие-то данные, увидеть результат, вот это как бы там, если говорить там свагер есть, в конце концов, да, штука для описания. Ну, да, свагер тоже хотел сказать. Вот, поэтому, в общем, таких инструментов есть, и действительно ими надо пользоваться, они как бы упрощают жизнь, и самое главное, что они не только внешнему какому-то, так сказать, ну, пользователю, да, там, упрощают жизнь, но и даже внутри, и разработчикам, которые внутри там сами их используют, это же сразу понятно, наглядно и очень удобно. Так что... Ну, да, в общем, когда такие инструменты присутствуют, то значительно становится проще. Тестировать API, ну, из инструментов, которые использовали, так вот, сходу вспомню, Puff, ну, как лапка, от слова лапка, SoapUI и Postman. Мне, честно признаться, больше всего понравился Postman, он как-то и более такой легковесный, и интерфейс у него относительно понятный, и по функциональности он у меня устроил. SoapUI, он прям совсем тяжеловес, его можно использовать на каких-то совсем сложных тестах для API, но мне кажется, это уже не в нашем случае, то есть это уже, мне кажется, вот как раз в ситуациях, когда тестировщик непосредственно выделен только на тестирование API, вот тогда, может быть, ему SoapUI понадобится, а так дальше... Ну, SoapUI, он такой большой, тяжелый, конечно, там можно просто дикие вещи делать, а ты знаешь, Postman, насколько, ну, для тех, кто вдруг не слышал, это, по сути, приложение такое вебовское для Chrome, оно раньше там, собственно, и было как в части такого, Chrome Story лежала, вот, где ты можешь всякие там посты где-то генерить, пятое-десятое. Мне в этом плане, знаешь, очень понравилось, я не знаю, ты слышал, нет, есть такая, довольно-таки недавно появилась штучка под названием Insomnia, Insomnia, вот. Очень понравилось, потому что даже, так сказать, в своей бесплатной версии я написал небольшой там списочек этих самых, когда у нас там появилась опишечка, я прям сам набросал буквально на основе там документации набора таких несчастных тестов, ну, то есть там Get, Post, плюс там можно использовать переменные, то есть, условно говоря, там не хардкодить полный URL, да, а использовать, например, там IP-шник, который переменные окружения там, ну, там, в настроечках сдаётся, и я прям этот файлик, так сказать, конфигурацию экспортнул, отдал там девчонкам на тест, ну, тестировщицам нашим, вот, они очень быстренько там его допилили, и как бы действительно очень клёвый, он так красиво всё раскрашивает, лёгенький, и он даже, насколько я знаю, кроссплатформенный вроде бы, то есть и под Mac, и под Windows он есть, вот, ну, тоже как такой инструментик, мне понравился, короче говоря. Гляну, я о нём слышал, но что-то не пробовал совсем. Да, нет, он когда был, я его на него смотрел, когда он только-только появился какой-то там совсем альфа суровый, да, там просто писали забросы и всё, а вот потом, ну, то есть, если это, например, по сравнению с Postman, мне он понравился больше, так что посмотри, может быть, тебе тоже так понравится. Пошёл. Вдруг. Ага, так, ну, да, тут мы, как раз, наверное, подходим уже к таким, больше к каким-то там автотестам, да, наверное, поскольку всякие такие инструменты, это же вот с API, там же тоже можно везде там писать эти скрипты и так далее. Там они, да, частично под это всё и заточены, чтобы автотестами их покрыть и уже руками не лазить. Да, ну, про автотесты. Там всё, наверное, в принципе, частично, как и в вебе, единственное, хотя не, я не уверен, что как в вебе, ну, сейчас разберёмся. Ну, да, давай. В общем, касательно автотестов на мобилках, я лично предпочитаю вот их разбивать на три таких вот уровня. Дороговизна плюс легковесность. Соответственно, есть совсем дешёвый, совсем бесполезный и совсем дешёвый способ, называется monkey testing. О нём чуть-чуть попозже. Есть относительно дорогой, просто из-за того, что нужно обучаться и постоянно быть в теме, это различные юнит-тесты и тестирование через всякие апиумы с колобашами. Вот, они относительно дорогие, вот, и очень быстрые, и максимально эффективные, и, соответственно, есть очень дорогие, очень простые, но тяжёлые в поддержке, это UI-тесты. Вот, насчёт веба, я знаю, что есть такие же там юнит-тесты и прочее, ну, и плюс апиумы, всякие колобаши, и юнит-тесты. О, это фото-юнит-тесты. И UI-тесты. UI-тесты, вот. Насчёт monkey testing не знаю, может быть, что-то есть и для веба такое же, но не суть. Собственно говоря, подробнее о каждом из пунктов. Monkey testing – это, можно сказать, такой скрипт, который берёт, которому мы даём определённые вводные данные, например, сделай мне тысячу нажатий на каждый экран в любом рандомном месте, только не выходи из приложения. Собственно говоря, он начинает это делать над приложением, которое мы указали, тыкается во все рандомные места и иногда что-то даже ловит. Почему он неэффективный? Во-первых, поскольку это такой святой рандом, то он, условно говоря, берёт скорее нагрузкой, потому что эти тысячи нажатий, они происходят достаточно быстро. Ну, это можно, конечно, настроить, но смысла в этом большого нет. То есть, это просто огромное количество нажатий на весь экран в приложении и просмотра того, не упало ли оно от этого. Можно, конечно, сказать, что это своего рода дешёвое нагрузочное тестирование, и там можно написать «нажми мне 10 тысяч раз на одну кнопку» и посмотреть, не упадёт ли приложение от этого. Но, опять же, насколько это нужно, ну, спорный вопрос. То есть, это так скорее, как входной такой порог для тех, кто уже хочет непосредственно себя с автотестами связать. Далее, это, собственно говоря, UI-тесты. Тут из коробки, в принципе, в X-коде для айфонов идёт XC UI-тест, и для андроида есть несколько инструментов. Мы лично пробовали эспрессо. В принципе, это выглядит максимально элементарно. Тестировщик включает, грубо говоря, запись экрана в специальном приложении и начинает протыкивать тест-кейс определённый, то есть определённый тестовый сценарий. Допустим, войти в личный кабинет, ввести какие-то данные, нажать «Войти». Всё. Собственно говоря, во время записи генерируется код, который впоследствии можно немножечко редактировать, видоизменять, и при уже воспроизведении программа сама по тем же шагам идёт и делает всё ровно то же самое, что тестировщик. Ну, плюс изменения какие, если там были внесены, допустим, потом в этом же коде можно написать, что мне нужно обязательно, чтобы в личном профиле, в который я зашёл, была надпись «Привет». Ну, это как раз потом очень его хорошо использовать для то же самой регрессии, да, когда новая версия выходит. Да, это всё, ну, это, в принципе, уже полноценный автотест. Его достаточно просто записывать, ввести, и даже можно, в принципе, отдавать не суперопытным таким тестировщикам, ну, особенно если есть тест-кейсы. С тест-кейсами как бы это совсем становится элементарной задачей. Ну, да, 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 не, ну, это хороший инструмент, ага. Да, из минусов то, что он очень дорогой в поддержке. Если что-то хоть на пиксель как-то изменилось, всё надо переделывать. Если дизайн совсем сильно поменялся, то прям все тесты нужно будет переделывать. Так точных цифр не скажу, но помню, читал статью, в которой было указано, что по сравнению с обычными автотестами, которые мы там можем на том же Апиуме написать, сравнение с UI-тестами что-то в районе в 100 раз. То есть, условно говоря, если один тест на Апиуме будет стоить вам доллар, то, ну, его поддержка будет стоить доллар в год, то на UI-тестах это будет 100 долларов за каждый тест, что не очень приятно для бизнеса, когда он об этом узнаёт. И если вы такие счастливые прибегаете к своим менеджерам и говорите, что вы смотрите, как мы тут весело понатыкали на экран, и теперь можно даже регресс не проводить, то держите в голове, что при поддержке… Со следующей версии всё поменялится. Да, со следующей версии это придётся всё заново обрабатывать, и каждый тест впоследствии там в год будет стоить 100 долларов, и в конце года разъярённый бизнес придёт и будет спрашивать именно с вас. Поэтому тут нужно это в голове держать. И поэтому на помощь приходят именно инструменты такого уже полномасштабного автотестирования, такие как Апиум и Колобаш. Кстати, для тех, кто не знал, Колобаш в этом году прекращает поддерживать. Я тоже об этом узнал совершенно случайно. Они очень-очень тихонько об этом сказали на своих каких-то там форумах, поэтому далеко не все об этом знают. Сказали они об этом в апреле. Я узнал, я об этом где-то там буквально месяц назад, хотя достаточно хорошо так за ним слежу, и получается это как-то так могло проскользнуть и от вас. В общем, держите тоже в голове, что поддержку они прекращают Колобаши. Он будет работать, но поддержки не будет. Поэтому, скорее всего, все будут уходить на Апиум. Собственно говоря, касательно всех этих автотестов, то, что они требуют определенного навыка программирования, даже точнее, знания языка программирования и такого системного подхода. Они значительно проще и дешевле в поддержке, но получается неквалифицированный работник с ними справиться не сможет. Из-за этого достаточно часто такая ситуация, когда есть отдельные отделы в компаниях, которые занимаются непосредственно автотестами. То есть, есть мануальщики, есть автотестировщики. И вот, собственно говоря, эти автотестировщики, скорее всего, там будут заниматься. Слушай, ну а вот насколько это правильно? Мне как-то вот эта идея разделения, она, честно говоря, немножко кажется неправильной. То есть, вот всегда мы там сколько со всеми обсуждали, в принципе, идея того, что тестировщики должны быть максимально близко к разработчикам, это правильно. Потому что ты тут же там сказал, Вась, смотри, вот у тебя какая хрень, быстро показал, позвал. И как-то это все. А когда это отдельные отделы, то это уже начинается некая такая бюрократическая, вот как бы искусственная какая-то, не знаю, ну преграда, как мне кажется. Ты так не думаешь? Да, я так тоже считаю, но тут проблема понятия, я бы скорее сказал. То есть, когда я говорю про отделы, я не имею в виду то, что это будет два различных здания. А, ну в смысле группы-группы просто в рамках, так сказать. Это скорее, да, имеется в виду то, что вот есть группа тестирования, и кто-то, допустим, лучше себя проявляет в исследовательском тестировании, это нормально. А кто-то лучше в автоматизированном, это тоже нормально. А, ну все, я понял о чем-то. Это два абсолютно разных человека, и они могут заниматься тестированием одного или того же продукта. Просто кто-то из них больше автотестов напишет, а кто-то больше напишет тест-кейсов с тестовыми сценариями. Нет, нет, это да, я с тобой полностью согласен, да, это логично. Не стоит как бы искусственно, так сказать, заставлять, нет, мы все пишем сегодня только тесты, там, автотесты. Нравится, не нравится, и все такое. Нет, ну конечно, надо использовать, так сказать, личные особенности каждого человека, и если есть предрасположенность, желание заниматься, допустим, не знаю, каким-то автоматизацией, ну так флаг тебе в руки, это же все равно как бы не пропадет даром, что называется. Ну да, вот, собственно, да. Поэтому реклама в нашей компании, мы, собственно говоря, пытаемся это поддерживать, и если кто-то там чем-то интересуется, то всячески помогаем в этом и поддерживаем. Ну правильно, правильно. Конец рекламного блока. Так. Собственно говоря, да, вот так вот. Ну, почему важно строить автотесты, я не знаю даже, нужно ли об этом говорить. Ну, так, в двух словах скажу то, что даже в мобилках это достаточно полезно, и со временем, когда появляются достаточно большие проекты или проекты, у которых достаточно часто релизы, да, такое тоже бывает, ну то есть даже там, условно говоря, вот с App Store и его четырьмя днями, ну, есть такие гиганты, которые выпускаются как раз-таки раз в четыре дня, и это нормально, вот. И, ну, собственно говоря, для таких случаев автотесты это идеальный кандидат как для приемочного тестирования, смоук-тестирования, так и для регресса. То есть, естественно, ни в коем случае нельзя держать в голове то, что автотесты это все, что нам нужно, и мы, собственно говоря, можем избавиться от мануальщиков вообще раз и навсегда, нам ни один не нужен, там, если что, менеджер потыкает. Это нет, это вот, это даже хуже, чем думать, что используя симуляторы можно полностью оправдать свою ферму девайсов. Нет, это не так. Автотесты это очень хороший вспомогательный инструмент, я всячески за него ратую, но на данный момент он обязательно должен поддерживаться с помощью мануального тестирования. Ну да, понятно. Ты, кстати говоря, упомянул там про, так сказать, ферму девайсов, да, вот один из интересных тоже вопросов, который хотели обсудить, это откуда брать вот эту статистику, то есть, опять-таки, по тому, так сказать, кто пользуется и на чем там приложением, да, или как ее брать там вначале на каком-то первом этапе, то, чтобы сконцентрировать, скажем так, свои силы, да, не распыляться на все, да, и вообще, вот какие здесь есть, опять-таки, там инструменты какие-то для всего этого. Ну, во-первых, стоит учитывать, что полную мобильную ферму нельзя собрать. Это, как мне кажется, по крайней мере, то, что невозможно собрать столько девайсов, чтобы они покрывали все. Все. Всегда будет чего-то не хватать. Это, наверное... Ну, это нормально, да. Да, да, мне кажется, это даже что-то в районе постулата стоит записывать, потому что, ну, никогда не будет такого, что есть все девайсы, которые требуются и которые вот всю пользуются базу. Да, со всеми версиями и вообще нет, это нереально, конечно. Это невозможно. Тут, собственно говоря, нам прослойка в виде симуляторов помогает. Что делать, когда, вот, ну, возьмем такую гипотетическую ситуацию, пришли в компанию, где нет ни одного девайса, вот там только компания появилась, а все хотят мобильной разработкой заниматься. Во-первых, стоит начать с того, что закупать девайсов Android против iOS в соотношении, наверное, 3-4 к 1. То есть, на 3 андроидов должно приходиться один iPhone. Ну, и это предусловие, что мы не говорим про планшеты, то есть, только про мобилки. С планшетами там несколько другая ситуация, я даже, наверное, точно не смогу сказать, у нас очень так поверхностно насчет планшетов все-таки больше на мобильных устройствах. Вот. Ну, то есть, 3-4 девайса андроидовских смело можно покрывать одним айфоновским. Плюс не стоит забывать, что, как правило, в студиях мобильной разработки у iOS-разработчика есть его iOS-девайса, а у Android-разработчика у Android-девайса. Если вы такой голодный стартап, то там по первости можно, в принципе, их девайсами пользоваться. Собственно говоря, вы подросли, начали уже что-то даже зарабатывать. Как определить, какой девайс вам нужен, а какой не нужен? Тут, собственно говоря, приходят на помощь различные сайты по статистике. Я думаю, в релизноуты имеет смысл их засунуть. Их достаточно много. Каждый что-то частично раскрывает, что-то частично не раскрывает. На что обязательно стоит обращать внимание? Во-первых, это на количество пользователей на разных iOS. То есть, например, когда стоит говорить, что мы не будем поддерживать 8 iOS, когда определенное количество пользователей ей уже не пользуются. Это можно взять на сайте, не помню, к сожалению, по фамилии. В общем, есть такой чувак, iOS-разработчик, его зовут Дэвид, у него каждый день обновляется статистика по пользователям всех iOS-девайсов. Она очень подобная и полностью соотносится, по крайней мере, с тем, что я увидел у себя в жизни. Ей, в принципе, можно пользоваться. Интересно, откуда он ее собирает? У него там указано достаточно подробно, как он ее собирает, откуда. А, она даже расписана. Там даже, да, частично, насколько я помню, с опломом он как-то кооперируется. Ну, опять же, в релизноутах все будет, я думаю, можно спокойно посмотреть. У него очень там все подробно, там, какая iOS, какой девайс, там, какое разрешение, в общем, все-все-все-все-все. Собственно говоря, мы начинаем отказываться от какой-то iOS, когда она достигает порогов 10%. То есть, если что-то меньше 10%, то уже, в принципе, стоит для новых проектов начинать не разрабатывать под это iOS. То есть, условно говоря, пришел новый заказчик, мы смотрим, видим, что там, восьмая iOS, допустим, есть только у 8% пользователей, мы обсуждаем заказчикам, как вы вот смотрите на то, что мы не будем это делать для пользователей с восьмой iOS, и если он не ориентируется на пользователей, которые такие олдфаги и любят вообще там, чтобы все было по старинке, то, как правило, мы отказываемся от этого. Ну, да, логично, логично. Да, с андроидом все посложнее, потому что там обновления приходят не так часто, можно купить себе до сих пор девайс на четвертом 4.2 андроиде, и он будет даже вполне себе ок. Ну, скажи спасибо, что хотя бы 2.4 уже нет. Да, это тоже, да, спасибо. Из-за этого получается так, что уже там вот на горизонте у нас маячит восьмой андроид, этот андроид O, а мы до сих пор поддерживаем андроид 4.2, и это вполне себе нормально. Вот. Хотя с нововведениями гугла, которые были у них вот на недавней конференции, есть подозрение, что тенденция будет меняться, и оси будут быстрее прилетать, там они несколько изменили процесс подхода к раздаче андроида. Да, поэтому там будет несколько по-другому сформирована логика, и компании, которые у себя андроид реализуют на смартфонах, им будет значительно проще туда имплементировать вот эти все свои фантики в виде прошивок, и из-за этого, собственно говоря, будет значительно быстрее приходить обновления на разные девайсы. Ну, это как предположение, скорее, тут они так. Ну да, тут как раз-таки же проблема не в том, что там андроид обновляется, а в том, что, да, новая версия андроида вышла, а оно в каких-нибудь прошивках, кастомных, а не знаю, от Samsung, от Xiaomi, от кого угодно, они там могут еще только спустя, там, не то, что там недели, а месяцы выйти только. Да, даже годы. Даже годы, да, в некоторых случаях. Вот это как бы, то есть, да, вроде андроид там вышел новый мажорный релиз, а на каких-то телефонах он там, извините меня, еще в течение года, они, значит, там потихонечку допиливают, а может быть вообще подумают, что да, ну, какой смысл тут уже вот следующий, и так вот бывает. Ну да, к сожалению, такое случается, когда даже флагманский смартфон какой-нибудь компании, которая не очень большая на рынке, то есть там не Samsung, допустим, что-то такое поменьше, они выпускают флагманский смартфон, и там, допустим, на нем Android 5, и вот он на Android 5 и останется, или там, ну, максимум до 5.1 уйдет. Он не перейдет на 6, потому что, ну, просто-напросто, ну, собственно говоря, издатель уже не считает важным обновлять этот продукт и начинает разработку нового своего девайса, который, собственно говоря, будет с Android 6, вот. Отсюда растут некоторые проблемы, из-за которых там многие пользователи сидят на достаточно старых смартфонах, вот, а тем более, что андроидовская база, она занимает, насколько я помню, 85% от всего вообще мобильного рынка, то, ну, сами посчитайте, что как бы если такое огромное количество пользователей, то даже там, если у вас, условно говоря, 10% пользователей сидят на четвертой ОС, то это, ну, просто миллионы людей. Вот, из-за этого, собственно говоря, выплывает вопрос, вот, ну, не вопрос, точнее, вот мы определились с осью, которая нас интересует, там, допустим, мы видим, что у нас относительно продвинутые пользователи, они не очень даже пользуются четвертым Android, там, большая часть на пятом, шестом. Тут стоит следующий вопрос, а какое разрешение? С iOS, опять же, все достаточно просто, там либо пятерка, либо шестерка, либо 6+. Вот, четверки уже, уже, ну, совсем не удел, там, они дальше 9 OS не обновились, и, в принципе, с выходом 11 OS я так подозреваю, что от четверок начнут совсем отказываться. Пока что во всех симуляторах, эмуляторах Apple можно еще четверкой пользоваться, но я подозреваю, что это скоро уйдет на нет. Ну, понятно, да. Вот, собственно говоря, с андроидами и экранами все значительно сложнее, потому что там нас будет интересовать не только дюймы, но и количество точек на дюйм, что тоже зачастую влияет, потому что, условно говоря, разрешение может быть огромное, но при этом количество точек на дюйм маленькое, и из-за этого сам даже дизайн, который мы предоставляем приложению, должен несколько меняться. То есть, если мы ориентируемся на какой-то рынок, где у девайсов маленькое количество точек на дюйм, то дизайн будет более такой мыльный, скажем так, менее продвинутый. Вот. Собственно говоря, нужно тоже это учитывать, смотреть на свою аудиторию, тут, возможно, помогут ваши аналитики, если таковые есть, посмотреть, попользоваться какой базе, условно говоря, там, средний возраст, какой девайс и прочее. Если такого на руках нету, то, ну, следует отталкиваться от информации вообще, в принципе, такой средней по больнице, там, условно говоря, вот там вы находитесь в России, и тогда вот какими девайсами чаще всего в России пользуются. Ну да, придется из каких-то открытых источников брать такую первоначальную информацию. Да, да, в релизноуты тоже засунем, у меня есть несколько относительно проверенных источников, некоторые из них чуть-чуть устаревшие, некоторые из них несколько нерелевантные, поскольку, ну, например, есть такой механизм бенчмаркинга, Antutu называется, он позволяет замерить производительность смартфонов. И они у себя на сайте ведут достаточно подробную статистику по всем девайсам в разных странах. Все это прекрасно и очень классно, но общаясь со статистикой стоит учитывать то, что, например, если эти ребята занимаются производительностью, то наверняка, как правило, производительность будут мерить на девайсах, которые более производительности. Ну, логично, что да. Это логично, но только, когда об этом начинаешь думать. Так очень просто, я знаю многих людей, которые просто видят статистику, и им этого достаточно. Они, условно говоря, видят, окей, в России больше всего людей пользуются, условно говоря, Samsung 8, потому что он самопроизводительный, вот, собственно, у них это здесь и указано. Тут, вон, 50% людей все с 8-ми Samsung. А в итоге оказывается то, что это люди приходили в какой-нибудь связной, ставили туда этот Antutu, мерили бенчмарк и уходили. То есть, это тоже нужно учитывать и делать небольшую такую поправку на это, на все. В идеале, как это должно выглядеть в итоге, как должно выглядеть ферма? Должно быть как можно больше девайсов, но это естественно. должно быть как минимум по одному стандартному разрешению. То есть, это маленькое разрешение, это среднее, большое среднее и огромное. По дюймам, к сожалению, так сходу не вспомню, к какому относятся, но тут, в принципе, опять же, обращаясь к статистике, стоит, ну, наверное, средних девайсов со средним размером экрана брать чуть побольше, ну, потому что... Ну, скорее всего, их больше, да, это понятно. Да, их, собственно говоря, и больше. По оси, в среднем, по больнице, я бы сказал, что сейчас в данный момент 5-6-ой Android будет более всего популярен, но с учетом нововведений, в принципе, может получиться так, что будет как с iOS, когда там, грубо говоря, раз в год нужно одну ось откидывать. То есть, вот сегодня мы пользуемся 5-6, в следующем году будем 6-7 пользоваться. Вот. Это из того, как сейчас, в принципе, у нас поставлено и, как я знаю, у многих работает. То есть, ну, это особенно стоит так это выстраивать, если девайсов не суперогромное количество, не вот эти вот фермы, там, где в полстены стоит огромный шкаф с тысячей девайсов. То есть, когда так, то, в принципе, можно покрывать как можно больше различных iOS и там не закупать себе только 5-6 Android. Но если бюджет лимитирован, количество девайсов не такое большое, то лучше на данный момент взять себе относительно средние размеры экрана и там парочку маленьких и один большой и 5-6 OS более чем все покроют. Ну да, да. Да, как-то так. Ну, в любом случае, все в релизноуте отдам, что есть на руках. Хорошо. Относительно им можно верить, я думаю. Как-то так. Ясно. А, да, сейчас, наверное, еще про то, как хранить девайсы стоит еще сказать. Тут нету какого-то золотого правила, но знаю несколько случаев, когда заказчик, внимание, заказчик приходил в офис к студии мобильной разработки, видел, как у них хранятся девайсы, и это было киллер фичей. Вот все настолько вот бывает. Поэтому, когда вас спрашивают, как мы хотим хранить девайсы, не скупитесь, купите какой-нибудь красивый, интересный ящик, где это все будет храниться, заряжаться еще лучше, чтобы экранами светило и показывало все ваши мобильные приложения. Это для заказчиков очень такой прям пункт для некоторых, как я знаю. И если он есть, то частично это будет выполнять роли продаж дальнейших. Ну да, в конце концов такое, в некотором случае лицо такое, что все же, вот, так сказать, как мыть, как у нас все красиво, аккуратно, вот все тестирует, вот наши фермы, ну, как бы сыграет только на руку, понятно. Да, собственно говоря. Ну, просто это, естественно, это сыграет на руку, но тут скорее важность в том, что это настолько хорошо на руку играет, то, что прям для многих это вот прям киллер фича, вот настолько это важно. Прям вау, у них в суперкрасивом ящике это хранится, еще и показано, что у них там есть. Прям ух, хочу только у них мобильное приложение. Ну, понятно, да. Слушай, ну мы такие основные темы обсудили, еще, наверное, знаешь, что хотелось затронуть, это вот расскажи про, ну, не то чтобы там какой-то там такой карьеру или какой-то такой путь, но в принципе вот про то, куда есть там смысл развиваться и в смысле куда можно, что нужно развивать там, улучшать, изучать, да, разработчику, тестировщику, да, вот, то есть как бы там автоматизированное тестирование, вот одно такое направление достаточно большое, где много чего тоже есть. Что еще, какие вот варианты есть, куда еще имеется, можно посмотреть или, ну, как бы сконцентрироваться на чем? Ну, как мне кажется, просто тестировщик, он такой человек на грани различных должностей, то есть он должен быть немножечко менеджером, немножечко разработчиком, немножечко пользователем, немножечко админом, в общем, тем он только не должен быть немного. И из-за этого, собственно говоря, появляется вот этот момент насчет того, что куда расти дальше. Когда тестировщику становится уже тесновато в своих четырех стенах, условно говоря, то у него простылается достаточно большой путь, куда можно идти дальше. В принципе, да, есть много различных вот этих success сторик, куда идти дальше, там и разработчики, и автотесты, и PM, и прочее. На всем этом, наверное, зацикливаться сильно не стоит. Стоит, наверное, сказать насчет того, что важно любому тестировщику для своего развития иметь, особенно мобильному, как мне кажется. Ну да, да, давай, вот это самое интересное. Да, во-первых, как мне кажется, очень важно следить за всеми нововведениями. То есть вот эти все конференции, пловые, гугловые, они достаточно важны, потому что они показывают, условно говоря, откуда дует ветер. Ну, тенденции, скажем так, в конечном итоге. Да, тенденции. Ну, не в обиду будет сказано разработчикам, но разработчику зачастую не очень важно знать, что там Apple добавила в текущей реализации, которая там будет только в сентябре представлена. Потому что, грубо говоря, это предстоит только когда-нибудь какому-нибудь заказчику предоставить. И, ну, когда станет вопрос, нужно ли это делать, тогда разработчик этим и заинтересуется. Тестировщик же должен знать, что сейчас будет имплементироваться, потому что это как цепная такая волна, это значит, будет в дальнейшем везде. И он должен знать, как это работает, и уже заранее примерно понимать, как он это сможет сломать. Чтобы, когда к нему разработчик пришел, он знал об этом инструменте или об этой фиче и уже как-то мог с ней правильно коммуницировать, чтобы не было вот этого «эээ, что это такое». Плюс, ну, естественно, на всех этих конференциях очень часто уделяется время самим ОС о их фишках. И, конечно, одной осью все приложение не покроешь, но если мы знаем, как в каком-нибудь Android O восьмом приложение должно в фоне обрабатываться новой осью, мы, в принципе, можем делать для себя какие-то выводы, какие будут специфики при тестировании этой версии ОС. Это тоже нас заранее готовит и помогает с той же фирмой девайсов, например, то, что, ага, ну, вот, я знаю то, что, ну, даже не с фирмой, а, скорее, с подходами к тестированию, то, что, вот, я знаю, что в такой ОС есть специфика, там, при сворачивании окна оно, допустим, не 20 секунд еще какие-то свои функции выполняет, а потом полностью засыпает, а 30 секунд, соответственно, у нас там есть больше времени на это все. Потом обязательно, ну, это уже тоже, конечно, такой заезженный пункт, но обязательно, как мне кажется, тестировщику нужно для себя ознакомиться с языками программирования, то есть, без разницы, мануальный или автотестировщик, он, когда знаком с языком разработки, на котором, особенно на котором происходит программирование того продукта, с которым он имеет дело, он лучше понимает не только, как его тестировать, а как еще и называются те вещи, которые он тестирует. И, ну, для примера, вот что выглядит более понятным, возможно, для разработчика, то, что тестировщик скажет, что я перешел на окно, а там какая-то табличка, и, в общем, вот она что-то не двигается никуда. Или то, что я перешел на следующий экран, там было table view, которое не скроллилось. Разработчик знает, что такое table view, он знает, что такое скроллилось. Ну да, вопрос коммуникации как таковой сразу прощается просто на порядок. Да, это в случае, если вот не хочется расти в автоматизацию, то есть, это просто такое ознакомление с терминами, это ознакомление с такими тонкими местами, где что-то как-то работает не так, как хотелось бы. И вот это, собственно говоря, решает вот эти проблемы, о которых ты говорил, когда, ой, вот веб-разработчик, а сделайте мне так, чтобы у меня скринсейвер выключался. Да, да, это именно про это согласен. То есть, когда тестировщик знает, что может язык программирования, что может приложение, с помощью которого мы разрабатываем, он не будет задаваться вопросом, а могу ли я в приложении нажать на кнопочку, и там телефон начнет гореть неожиданно. Ну да. Например. Хотя Samsung показывает, что можно. Вот. Ну, в общем, да, это вот тоже еще как важный момент. Ну и, естественно, если автотесты, то это только язык программирования. Там без этого никуда. Там одними UI-тестами оно никак не обойтись. Ну, уж извините. Потом, опять же, возвращаясь ко всяким коммуникациям, терминам и прочим, обязательно всегда нужно быть в теме различных тестовых методик, не стесняться смотреть всякие SQL-дейсы, пользоваться Ютубами и прочим. Ну, это, опять же, такой достаточно заезженный момент, но он часто почему-то людьми игнорируется. Ну, знаешь, повторение – мать учения, так что лучше мы еще расскажем, чем забудем. Ну, получается, да. Вот. И лучше чуть-чуть посмотреть какие-то инструменты, которые вы, в принципе, уже знаете, как работают, но освежить все в памяти, чем там, как вот, собственно говоря, с этим пайрвайзингом бывает, то, что некоторые специалисты, ну, просто его обходят стороной, то, что, ну, что там, я и так знаю, как там протестировать, протестировать, нафига мне это все еще там, как это правильно сформулировать, чтобы оно там еще правильно было в расстановке, скучно. Вот. Ну, лучше этого не обходить, потому что, ну, конечно, мы не ходим там по собеседованиям, где нас HR-ы мучают различными вопросами, но чем больше инструментов мы знаем, тем лучше мы можем что-то протестировать, и в конце концов, если оно придумано и используется, то, наверное, это имеет смысл. Вот. И, собственно говоря, важно, как мне кажется, тестировщику иметь частично менеджерские задатки, потому что он, когда проверяет программу, точнее, когда программа находится в разработке, тестировщик, сейчас я развею миф некоторых людей, наверное, то, что тестировщик не только вот, когда к нему прилетает билд, начинает над ним работать, он работает до того, как разработка началась. Он составляет тест-кейсы, составляет тестовые сценарии, предполагает, где будут тонкие места, готовит окружение и прочее. Так и после того, как тесты проведены, то есть он уже это окружение обратно сворачивает, собирает какую-то аналитику, делает для себя выводы для дальнейшего, общается с менеджерами насчет того, что можно улучшить, что и как. Тут получается такое то, что тестировщик, он должен технически подходить к проблеме, но потом гуманитарно доносить ее до менеджерского состава так, чтобы стратегические решения выполнялись как можно более корректно. Потому что, безусловно, если разработчик скажет, что мне кажется, что эта фича плохо работает и давайте ее не будем в этот релиз засовывать, то менеджер должен об этом, должен это как бы себе на уст намотать. Но если тестировщик говорит о том, что вот мы нашли столько багов и это нормально, то есть это не критично и давайте релизаться. Это такой сигнал для менеджера, то что ему о чем-то можно не беспокоиться. Для него специальный тестировщик берет на себя ответственность, он подходит как управленец, он стратегически подходит к вопросу и знает, что вот допустим такое количество багов это не критично и там допустим в условиях того, что заказчику нужно это сегодня у нас, он условно говоря висит на волоске, хочет он с нами работать или нет, лучше зареализоваться вот так вот. И получается менеджер меньше головной боли. Ну да, да, я полностью согласен. Очень такой. У нас тоже, собственно говоря, это как бы тестировщик. Да, понятно, что конечное решение там принимает в итоге там, ну, менеджер либо какой-то там продукт, так сказать, оунер, кто бы там он ни был. Но именно последнее слово всегда за тестировщиками. И мне кажется, это очень правильно. Да, но при этом тоже, что важно заметить, тестировщик не является вот этой вот инстанцией, последней инстанцией. Нет, нет, да. Ну, я говорю, как бы просто его слово, оно имеет большое значение, скажем так. Вот это важно. Ну да, согласен. Вот. Ну и, наверное, что еще важно, как мне кажется, он частично, в принципе, с первым пунктом про конференции соотносится. Это то, что если вы мобильный тестировщик, никогда не забывайте смотреть не только приложения конкурентов, еще и просто приложения, которые предлагаются в качестве там приложения недели, там, в подборках от Google и Apple в самих створах. Потому что там зачастую бывают не только интересные дизайнерские решения, которые вы, как тестировщик, можете, в принципе, предложить своему дизайнеру, вот, показать там вот такую интересную реализацию. Давайте там в своем проекте тоже можно сделать. Вы еще и с функциональностью работаете и понимаете, как она может работать в других проектах. И там, условно говоря, вот у вас там приложение, в котором, ну, там, давайте вернемся к той же Высоцкой, например, много-много рецептов, и вы видите, что у вас эти рецепты загружаются сразу при входе в приложение, из-за этого там оно долго входит. А у кого-то есть точно такое же, но рецепты подгружаются параллельно. Ну, по мере, по мере. Да, по мере того, как мы свайпаем. И, собственно говоря, вы приходите к разработчику, говорите, вот, смотри, как это все сделано, работает значительно быстрее, и, как мне кажется, с точки зрения юзер-экспириенса, оно значительно выше. Ну, потом это, естественно, можно там до менеджера донести, он тут уже как бы как пойдет. Вот. Вы становитесь от этого более таким значимым экспертом, так сказать, в своей области, что достаточно важно, как мне кажется. Потому что если зацикливаться только на своих приложениях, смотреть только их, то, ну, во-первых, это прибавляет огромное количество монотонности и удовольствие теряется. А если смотреть по другим приложениям, то тут улучшается сразу и качество ваших продуктов, и появляется такое разнообразие. Ну, да, 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 хорошая мысль. Слушай, ну, я думаю, вот такая она прям замечательная как раз, что хорошее, так сказать, время поставить такую точку в этом нашем выпуске. Мы и так с тобой на два часа даже с лишним наговорили. Да, наговорили прилично. Вот. Ну, что, спасибо тебе большое, что пришел. Было очень интересно, любопытно послушать. Я даже, видишь, некоторые новые вещи для себя узнал. Вот. А это для тех, кто тут у меня как-то спрашивал, в принципе, одна из причин записи подкастов, что мне самому тоже интересно узнавать что-то новое. Вот. Так что, надеюсь, слушателям тоже было интересно. Они тоже для себя нашли что-то новое. Может быть, услышали какие-то интересные там подходы, решения и, в принципе, чуть расширили свой кругозор в плане про то, как устроено тестирование. Большое спасибо еще раз тебе, Макс, что пришел. Вот. Было здорово. Друзья, ну а вы, собственно говоря, слушайте, пишите ваши комментарии, замечания. Они тоже, в общем-то, важны для нас. И спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok